хочу торт выложить на тарелку торт торт это можно и не трогать в принципе ну как стрелки будет удобнее брать не принес мне принесла лена моя соседушка торт тортик 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 я уже себе смотрела кофе и подумала горячего он сейчас остывает рука просто не терпит и подумала я какого хрена я буду пить такого хрена я буду пить кофе когда я могу выпить и на вот когда я могу выпить вина 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 доброе утро мои единственные доброе утро дагестан привет всем здравствуйте мое доброе утро началось я включу свет и закрою дверь в ванной чтобы дверь чтобы красиво смотрелась картинка в кадре ну конечно же у нас жарко конечно же утро началось прекрасно утром началось восхитительно и более того знаете я хочу сказать что я уже сняла утреннее видео и как обычно болтала 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 тунду муся чем мне не выйти в прямой эфир повторяюсь у меня кофе сваренный я и вот видео видео солнце привет солнце тема привет дорогой давай с тобой хлопочий винишко и короче что я хочу сказать варила такая кофе дома про себя открываю холодильник чтобы достать пирожок лена утром не постучалась в деревом 9 в 10 может быть именно я тебе торт принесла вчера дело наполеон пропитанный но у лены конечно же все что она все что она готовит это изумительно думать его пола хрена у меня уже кофе варится уже уже все это на плите ну какого хрена я буду начнут из шампанского начнут разбила не на начинать правильно свой день и своей жизни потому что что я хочу сказать потому что я сегодня суббота сегодня суббота суббота ей суббота и затем убрать наверно нужно взять ножик наверно 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 я и кофе потом выпью и вино выпили кофе выпекать и проблема слушайте мы сейчас посмотрим как это как это будет сейчас мы посмотрим 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 вообще наполеон если честно я не особо люблю но 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 наполеон не мой любимый торт это прямо славяное тесто не особо люблю вот так вот даже сказала бы но я знаю точно это вкусно вот знаю точек минут лена приносила булки короче были воздушные а там внутри вишни свежие вишни просахаренные блять как это было вкусно даже не успела видео снять многие две пухленькие были булочки сахарной пудрой посыпанные боже чтоб я так и жила всегда и и даже еще лучше я просто не понимаю а куда уж еще лучше куда уж еще лучше у меня счастье вот через край вот через край для этого очень вкусный теперь когда мне елена принесла его я сразу же почувствую какой запах идет или конечно же у продуктов не жалеет не продукт самый лучшим я думаю это сгущенка дай бог мои соседушки здоровья дай бог мои соседушки здоровья а винишко поек но и шампанское холодильнике как-то захотелось разгореться с утра вот как-то вот прям вот не знаю я достала фарш готовить буду в данный момент у меня загружается видео она на мой канал я не знаю что делать со вторым каналом у меня там видео загруженных умотаться я еще загружала туда видео когда была в мерсе не там хороший интернет и я загрузила туда все видео я даже не могу добраться чтобы их открыть понимаете снимать не охота ничего не охота поджары плавятся мозги очень жарко конечно очень жарко я знаю что москва дожди я даже сделал такую импровизированную тарелочку такую как индивидуально что она не принесет на тарелке а потом эти тарелки же нужно возвращать и это же нужно идти это же нужно ну короче вроде куда идти да вроде казалось будут двери но у лену своя жизнь у меня своя жизнь даже нужно встретиться интересные когда-нибудь дойду до такого уровня чтобы начать готовить и угощать лену чтобы она главное ела и хвалила тоже ну очень вкусный реально очень вкусно просто обалденно она не читает вообще можно было видео снять я сама разберусь можно или не можно мой канал мои правильно была на балконе пыталась поправить постельное белье которое там я выстирала с вечера и она не просохла ну да я там на сушилку много наложила и полотенце там моего кристи моего постельное белье кристи постельное белье сушилка была завешена не высохла за ночь стала такая ссоры были расправлены стала такая время 9 уже жарко все за что ли на наш ближем шторы открываю иногда сидишь на балконе вечером сигаретку там то все хорошо хорошо очень даже знаете как сказать замечательно сидишь смотришь на прекрасный вид балдеешь просто что у вас на завтрак пишите кусок липкого жидкого теста на тарелке это вкусно мой штука от зависти не напишешь липкого жидкого теста очень вкусный очень а какой должен быть наполеон сушки я я не знаю вот таким на вкус я не знаю как вам вот как вам выглядит вот на камеру но на вкус потрясающий на вкус просто роскошный как наполеон и такой есть сигареты подорожали в турции каждый день все дорожает каждый день бензин дорожает каждый день вот знаете я вас не обманываю вчера я 50 45 подорожал до этого на 2 лиры до этого на 5 то есть в июле за июль месяц он подорожал уже три раза или четыре на камеру тоже выглядит отлично он должен от количества вкусного крема разваливаться очень потрясающе просто роскошный торт вот девочки кто понимает видимо вкусами стряпают может кто-то сами кондитеры кто у кого может быть мамы кондитеры и понимают лена показала свои работы банк который она делает не банки вернее неправильно я же не знаю как эти тернии все правильно говорятся этим запекает она запекает она в печи из глины короче всякие печеньки всякие пуговки всякие всякие штуки очень вкусно очень вкусно потрясающе я нам осталось две сигареты на балконе я подумала что в офисе сигарета никто не отменял и торт и торт знаете свином тоже утром никто не отменял имею право вот реально имею право выходной день слушай не снимала наверно два два дня не снимала и руках даже не тянется а потом думал про себя хочу бы не снять хочу бы не сказать что не прекрасное настроение на море не ходила чуть-чуть еще надо потерпеть этим и опять буду ходить каждое утро плавать по два часа балдеть 105 человек хороших зрителей поставили мне лайки остальные шкуры позорные это было потрясающе это было роскошно это было очень вкусно доброе утро доброе утро можно открыть шампанское можно даже считаю знаете даже даже считаю что нужно посмотрим сейчас сколько человек за если количество смотри скат который будут смотреть с лайками будет ровная то я про шампанское вот сейчас не смотрят 614 человек если 614 лайков я наберу и открою шампанское если нет я заканчиваю прямой эфир я даю вам время сейчас расскажу сколько время сейчас 13 секундочку сейчас время 5 минут 11 или 12 12 я даю вам время 15 минут если нет я заканчиваю прямой эфир если да то откроем шампанское думайте сами решайте сами будет у вас прекрасное утро или не будет шампанское у меня на готове так его телефон из приду кури сигаретку шампанское у меня на готове 1104 хочу пойти выкурить сигаретку сигарет у меня берет но в принципе уже не мокрая поэтому запах не впитает в принципе уже не мокрая подушки сушу двери закрыла нормально сядь на этот стол сейчас свет отключу у вас 15 минут до 20 минут 12 если у меня будет 614 лайков я открываю шампанское если нет то нет выкурю сигарету и прощаемся а мне вчера дениска прислал 500 рублей и написал инки на мандаринки чили на балконе всегда 614 лайков в 20 минут я проверю нет нет ваши дела как же прекрасно как же прекрасно и удивительно жизнь сигарет сейчас стоит 45 лет сорок пять представляете это чат вам это настюха привезла еще так классно когда пол чистый господи шторы защищают от пыли изумительно я на балкон всегда выхожу босиком и мою пол наверно знаете раз в пять дней и даже даже когда многие вот мокрые допустим вспотевшая прик даже на белую плитку эти черные следы не тянутся то есть одно как грязных потрясающе от пыли защищает от солнца защищает шторы это просто роскошь очень удобно очень 600 лайков 194 поставили о смотри тебя и курю вместе с тобой сашенька написал сейчас вам покажу сашулю кто забыл сашулю а ну я вам же напомню вот эти кто забыл сашеньку смотрю тебя и курю вместе с тобой сашулю ну раз ты меня смотришь доброе утро тебе дорогой доброе утро так в челябинске уже час добрый день добрый день сашуля сушек и тут верничка видео посылала может быть неделю назад да она говорит инна прошел год мы с тобой познакомились год назад так здорово саша так здорово судьбу благодарю что я встретила тебя и речку и наташу тоже вот ребятки мои из челябинска лайки ставим если будет 600 лайков я открываю шампанское если не будет не открываю если не будет то не открываю на море сегодня не пойду я вполне могла сидеть дома чилить на балконе пить шампанское спуститься вниз за сигаретками курить у меня там я там фарш достала мы могли с вами вместе готовить хорошо проводить время но если у меня будет 614 лайков в 20 минут у вас осталось 12 минут если нет я заканчиваю еще да я вас буду шантажировать а как иначе ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла подбежит я могла зайти посмотрите подбежит вот подбежит это невероятно это очень жарко очень жарко у нас 40 лет прям держится 40 с лишним софи хочу повидать софи хочу повидать софи хочу повидать давно не видела я прошу прощения георгий я не внимательно прочитала сообщение никакой не денис а георгий бенни прислал деньги написал инки на мандаринки обнимаю удачи во всем прошу прощения я блять думаю об одном говорю блять другое прошу прощение дайте бы бог здоровья больше хорא�ня для игоря он же если будет 614 лайков открываю шампанское осталось 10 минут. 614 лайков. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 614 лайков. А могли потом пойти еще готовить. У меня есть лучки, у меня есть две морковки, у меня есть кабачки и баклажаны. Фарш достала. Могли хорошо провести день вместе. Я могла сбегать за сигаретками сюда, в Аюзбир. Сидели бы весь день. Ночили, на расслабоне. У вас тоже выходной. Ну а почему бы и нет, а? Почему бы и нет? Почему бы нехорошо не провести время? Лайков не будет. Выходи из эфира. Сейчас тебя буду слушать. Лайки будут. Если меня люди любят, вот сейчас меня смотрят 799 человек. Ну что, 799 человек разве мне не могут поставить 614 лайков? Разве не могут? Поэтому я, 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 я бы вот хотела, чтобы вы ставили мне лайки. Надоело. Давайте все отпишемся. Давайте. Отписывайтесь. Кто вас здесь держит? Я вас что здесь? Принизала. А сейчас кофе. Кофе дошел до нужной кондиции. И у меня еще есть одна сигаретка. Тоже Чапман. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Осталось 8 минут. Осталось 8 минут. И я выхожу из эфира. Заканчиваю, заканчиваю. Сидит синяя уже вся. 614 лайков должно быть. Ну, я не знаю. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Камаз с дизами под балкон подъехал. Господи. Я могла сходить за сигаретками. Это последний сигарет в доме. Хотя можно и не покупать сигареты, потому что что, болеть будешь. Пей просто шампусик. 614 лайков должно быть. 614 лайков. Сейчас 266. Все нормальные уже поставили. Остали лошье, которые не ставят лайки. Что платье, что платье? Сейчас покажу. Платье. Естественно, это фирма Любимый Василек. Вот такое вот домашнее платье. Оно было, оно и сейчас с аборками. Аборки были маленько порванные. Я его отнесла к партнеру, и аборки по всему кругу он подшил. Очень, очень, очень хорошее платье. Я без лифчика, на голое тельце. Это любимый Василек. Угу. Да, это шантаж. Все правильно. Это шантаж. Как с вами, блядь, с этими? Не покупай сигареты, лучше из газеты самокрутки делай. Между прочим, знаешь, это действительно лучше. Из газеты делать самокрутки, это действительно лучше. Это действительно лучше. Это полеет, если ты покупаешь табак, и сама закручиваешь. Там не обязательно в газету или там в такую папиросную бумагу, это действительно лучше. Ой, как давно вы курите. Слушайте, я давно не курю. Я давно не курила. А вот сейчас вот прям захотела. Вообще, первый раз, мне кажется, я попробовала курить в детстве. Веники в лагере. Веники за туалетом стояли. Лет, наверное, мне семь было. У нас там был подстрекатель. Я поехала, короче, перед тем, как пойти в первый класс, меня мама отправила в лагерь. Березка назывался. Папе на работе дали путевку. Там от профсоюза, или как там это раньше называлось. И, в общем, туалет был на улице. В дачках не было, в корпусах. И за туалет мы ходили там такие отдельно для девочек. Туалет отдельно для мальчиков. И там стояли веники, видимо, для уборщиц. Такие вот длинные, хорошие веники. И кто-то мне, кто-то из нашего отряда, наверное, какие-то девочки. Мои, наверное, подружки. Я его сейчас не помню. Даже не помню, с кем я курила. А помню, что я курила. Мы наломали этих палок. Подожгли. Я не знаю, где мы взяли спички. И стояли вот так вот, курили. Да. А потом как-то долго не курили. А потом, вот прям вот в осознанном возрасте я начала курить. С моей подружкой Женькой Ляковой. И мы начали курить сигареты ее мужика. Он у нее дома оставил. Кен Четверка. Это были очень хорошие сигареты. По тем временам шикарные просто сигареты. Одни из самых лучших. Это мне, наверное, было там 20 с чем-то лет. Это были одни из самых популярных и хороших, качественных сигарет. И мы курили вот Кен Четверку. Жекой с моей. 614 лайков, если будет, то осталось 4 минуты. Слушайте, а курить это классно. Курить, курить, пить, блядь, это классно. Что хочу сказать. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Да, 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 да. Я пошла за салфеточкой. Я пошла за салфеточкой. Летонки. Жарко, невозможно. Но терпимо. Под грудью. Под грудью промокло. Жарища, блядь, пиздец. Просто невозможно. Хорошего дня. Всем нам хорошего дня. Всем нам хорошего дня. Всем нам хорошего дня. Я вас тоже люблю. Я вас тоже люблю. Люблю, люблю. Посмотрим. можно было бы хорошо провести время отдохнуть выходной день я могла писать я могла читать чат могла 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 не ставьте в перебаню сейчас всех перебаню ни на что не собираем лайки я просто хочу чтобы моя мое настроение было прекрасным я хочу чтобы мне ставили лайки лайков не будет не жди ну вот они уже поставили 316 лайков уходи пошла вон давай вали хейтер мы очень активизировались я надеюсь что вы хоть дизлайк это поставили я надеюсь ну что ж просто мне бы очень хотелось мне было очень хотелось понять сколько меня смотрят адекватных зрителей которые вот смотрят меня с душой которые ждут мои видео которые вот со мной проживают мои счастливы уже которым я не мешаю проживать свою счастливую жизнь у которых все идет своим чередом дом семья работа деньги куем я бы очень хотела чтобы не осмотрели адекватные люди 328 адекватных людей в чате инчик было бы желание присоединиться в турции какой-нибудь русскоязычной диаспоре как-то на ютюбе видела что некоторые там объединяются для веселых поездок на природу диана немного раз предлагали поехать на я не думаю что это было прям какая-то прям диаспора какой-то вот прям вот такое сообщество но мне много раз предлагали я не знаю я такой человек что я люблю комфорт я не люблю никуда ходили группой никуда не люблю ходить какими-то вот ждать людей нет 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 мне нравится когда я сама по себе когда я утром проснула проснулась неспешно выпила кофе пошла на море поплавала пришла приготовила завтрак либо зашла в безлимышную мне нравится такой обыкновенный образ жизни нет не хочется уже никуда идти мама приедет сентябре все правильно мне поставили 343 лайком сейчас время 11 21 11 21 по сути я должна была закончить прямой эфир а нет я его только начинаю я пошла за шампанским да потому что не знаете от ваших лайков ни в хую дыра я хочу выпить шампанского я его выпью вы мне вообще не указ а те кто поставил вот и добрые люди 345 человек я вам говорю огромное спасибо огромное спасибо я пошла за шампанским ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла я пошла за шампанским рада тебя видеть московская область московская область привет Московская область Московская область Я люблю смотреть тебя и твои видео Спасибо большое Инна, а Женька-то тебя смотрит Я не знаю, про какого Женьку Не Инка Судакова, а Кончи с ушами Электронки нет, Орландо, электронки не курю У меня, конечно же, была такая сигарета Я покупала в красно-белом, такая черная сигарета У меня была электронная, будем считать И я поехала, я ее Женьке своей отдала Та, которая мама Лады У нее точно такая же была Чтобы у нее была в запасике Чтобы ей было удобно Одна разрядилась, вторая что? Пойдемте откроем шампанское Пойдемте, возьмем шампанское Возьмем бокал И будем хорошо проводить время У меня сигареты закончились Можно сходить Не проблема Можно сходить за сигаретой Но пока я пошла за шампанцем Потому что может быть действительно спуститься Нет, я буду болеть Потом я буду болеть Буду пить шампанское И болеть На хуй-то надо Нет Я так, подожди Мне нужно сразу же взять Эту штуку Вот так вот Вот так вот Выпьем шампанское Я суббота Я суббота Суббота Ей суббота А у меня все хорошо Занималась с любовью вчера Потрясающим образом Потрясающим Как же так Вот я наверное зря Встала Зря сила Открыться нужно стоя Шампанское Сейчас откроем Так 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 Я прям эти хочу Вот такого Чего-то Прямо вкусного А для меня шампанское Вот реально Вкусно Вот реально Ну 40 градусов Ну почему нет Лягу Просплюсь Приготовлю еду Подождите Салфетку пойду Возьми Еще не так-то же просто Открыть шампанское Ура Новый год Надо было чем-то Прихватить Вот прям вот Гляньте Сколько у меня На балконе Лежит Пробок У нас всегда Информирование Население Иногда сообщают О каких-то вот Происшествиях Иногда вот Во времена ковида Сообщали Что там Соблюдайте режим Иногда сообщают Что Кого-то нужно хоронить Ой Прямой эфир Прямой эфир Шампанское А утро я начала правильно Очень даже правильно Приняла душ Почистила зубки У меня есть У меня Знаете что У меня есть виноград У меня есть персики А не хочу У меня есть тосты И сыр очень вкусный Даже Кристи понравился сыр Сыр есть Ну нет Мы с вами готовить будем 379 лайков Добрые Хорошие люди Меня смотрят Я за вас Пью За тех людей Которые Мне ставят лайки Я пью За этих людей За вас Мои дорогие За вас Мои любимые Пускай у вас все будет хорошо Так же как у меня Игристое Виноигристые Шампанские Год урожая 2019 Место происхождения Винограда Регион Кава Испания Состав Виноград Сортов Макабел Чарелло И Парелада Содержит Антиокислитель Дата разлива 22 декабря 21 год Вот такая Кава Брю Естественно Брю Естественно Естественно Брютик Естественно Естественно Инна Расскажите Как вы решились На переезд Слушайте Ну Всегда хотела Жить у моря Всегда хотела Ну Появились деньги Купила квартиру И переехала Я даже не думала Если честно Я даже не думала У меня смотрит Сейчас 1031 человек Поставили мне 400 лайков Поставили мне 400 лайков Да бесится Типа все хорошо А морда Дурная Аж Заикаться Начала Слушай Лена С аватаркой С собаке Я не знаю Сколько у меня Дизлайков Ютуб От меня Скрыла Эту информацию Да мне Она и не важна Мне важно Сколько людей Меня любят Я не зацикливаюсь На людей Которые Мне завидуют И На людях Которые Желают Мне чего-то плохого Я не зацикливаюсь Только Исключительно На любви Только Московская область Привет Турция Знаете на тот момент Почему я выбрала Турцию Вот сейчас поступил Вопрос в чате Ну потому что На тот момент Это было Реально по цене Сейчас Сейчас В нынешних условиях Я бы не выбрала Турцию В нынешних условиях Я осталась бы жить В России Ну вот При Вот Сейчас Ответительство Я же это еще До начала СВО Задолго Купила Вообще Квартира на Средиземном море У меня давно Была мечта Я долго Не обдумывала У меня появилась Возможность Я купила Но сейчас Уровень жизни В Турции Очень упал Очень упал Даже то население Которое было Раньше Средним классом Сейчас Это Очень Снизился уровень Жизни У людей Хоть и повысили Минимальную Заработную плату Но вы не понимаете Что Повысили все Все госпошлины Все налоги Проезд в автотранспорте Бензин А если дорожает бензин Дорожает все Опять начали дорожать Продукты Хлеб подорожал На полторы лиры На полторы лиры Дорожает шоколад Дорожает все Мясо Просто какая-то Вообще Неподъемная цена Вот реально Просто неподъемная Даже в гезлемешной Подняли цены То есть на 5 лир А как выживать бизнес Если дорожает все Если дорожают И помидоры И огурцы И лук И яйца И чего им готовить Дорожает все И как бы они не сдерживались Вчера зашла Фатьма Хвастается Короче Купила У нас сейчас акция идет В Аюсбир Продаются электросамокаты Она У нее уже второй Тут у нее старенький белый И она Вчера такая сидит И на Типа Инна Смотри Новый Электро Такой вот Не самокат Неправильно говорю Электро Такой мобиль Там такое Хорошее кресло Едет Вот так вот И она Не хвастается Так и говорю О нифига себе Поздравляю вас Мы желаем только хорошего Но нужно и себя любить Не думаешь Говорить на весь мир Что тебе вчера кто-то ебал Это просто петлец Татьяна Так я кричу на этот мир Мне ебали хорошо Просто Качественно Господи Просто девочки Если бы вас так ебали Вы бы тоже об этом кричали Не только Знаете Не только В кровати вы бы кричали Вы бы об этом кричали На весь белый свет Девочки Вас просто не ебут Вы завидуете Так вот Найти хорошего любовника Слушайте Вот прям чтобы вот Вот прям чтобы вот вообще прям ах Вот прям вот ах Вот еще видите молодо зелена Имна молодец Костя на позитиве Люба пишет Люди будьте добрее Злость разрушает В первую очередь вас самих Живешь сам Дай жить другим Девочки давайте будем писать И не только позитивные комментарии Именно добра вам Здоровья и счастья Танечка и вам тоже Спасибо большое Танечка И вам тоже Им скажите пожалуйста Вы в будущем детей планируете обучать в Турции Хельга ну я вы знаете Пока Знаете делить шкуру неубитого медведя Тут еще знаете Бог на двое Как сказать Бабка на двое сказала Еще вилами по воде писано Наши пословицы Детей пока нет То есть как бы решать эту проблему Пока нет необходимости Ну да почему нет Если я буду здесь жить Ну а где они будут учиться В России что ли Если я рожу в 40 лет И там грубо говоря Мне их отдать что ли В Россию жить Но если я буду жить здесь То мои дети будут Зать турецкий язык Для них это не будет Являться какой-то преградой Какой-то причиной Но с другой стороны Я бы не сказала Что образование в Турции Самое лучшее Ну конечно же нет Конечно же нет То что оно котируется В Евросоюзе То что дипломы принимаются везде Это да То что у людей Кто закончил какой-то вуз в Турции Диплом актуален Во всей Европе Это да То есть даже у закончивших Если учатся в русскоязычной форме В школе каком-то То дают диплом русский Как сказать Об окончании нашей школы Турецкой И какой-то английской что ли Ну какой-то По сути да Елена пишет Таня Верник молодец Когда твой канал удалят Куда пойдешь работать Вы об этом не узнаете Куда я пойду работать Вы будете теряться в догадках Вы будете теряться в догадках И будете грызть песок По которому я ходила Словать Потом грызть Потом глотать Вы не сможете без меня жить Ну а с чего ради Мой канал упадет Ну вот как так сказать Удалят Ну удалят и удалят Господи Я раньше знаете Переживала по этому поводу Но Блин Сейчас у меня есть канал На Яндекс Дене На Яндекс Дене У меня сейчас есть канал Ну удалят-удалят Буду грузить на Яндекс Кстати на Яндексе Пересмотрели монетизацию С 1 августа Действуют новые Другие условия Улучшенные И знаете Честно сказать Вот за июль месяц Я очень хорошие деньги Вывела с Яндекса Очень хорошие деньги И у меня сейчас Готово еще Я вам сейчас скажу Сколько у меня еще готово Открываю Яндекс Так Сейчас мы зайдем В творческую студию Тут тоже есть Называется студия Не творческая студия А студия вот Загружается Сейчас откроется Так Монетизация Вот 6 тысяч 15 рублей У меня Вот Готово к выдаче А я вам хочу сказать Что вот 6 тысяч 15 рублей Я вот захожу В вкладку Монетизация И открываю версию Для компьютера Сейчас она прогрузится Подсоберется Подсоберется И вот В июле месяце Я уже выводила 25 Подождите 25 июня Я вывела 5 524 4 июля Я вывела 3 913 10 июля Я вывела 3 72 15 июля 3 222 19 июля 3 221 И вот сейчас 6 тысяч к выдаче Уже готова Вы понимаете Какие-то хорошие деньги Ну по крайней мере Если у тебя есть Твоя аудитория Которая тебя смотрит Даже с Яндекса Даже с одной зарплаты В Яндексе Я могу прожить Месяц в Турции Даже Ну при условии Того что у меня Своя квартира Мне же в Турции Много денег не нужно По сути мне Здесь не нужно покупать Ни сапоги Ни шубы Вся одежда У меня есть У меня очень много Новых вещей Которые вот Непочатые Еще вот В этих В мешках лежат Мне даже Одной зарплаты В Яндексе В месяц Хватит Чтобы прожить В Турции Месяц А помимо этого У меня зарплата С Ютуба есть И слушайте Вот кто Яндекс Не рассматривал Блогера Присмотритесь Присмотритесь Я просто сама Я поняла Какое-то вот знаете Улучшение Вот улучшение Денег Я прям вот вижу А с 1 августа Будет еще лучше Ну то есть Как бы Я понимаю Что Наши поняли Что монетизация На Ютубе С делами по воде Писана А блогеров много И они начали Улучшать условия И Яндекс Пошел навстречу И это очень круто Очень круто Хочу выпить За то Чтобы у меня было Все еще Намного лучше О, мне прислали Тысячу рублей Дайте мы сейчас посмотрим Тысячу рублей Какой-то добрый человек Мне направил Сейчас мы поглядим Наталья Р На вкусняшки Перевод Тысяча рублей Наталья Р На вкусняшки Наташенька Спасибо, дорогая Будь счастлива Будь счастлива Ты сейчас 154 человека Смотрят Поставили Мне 443 лайка Ой Мои дорогие Потрясающее настроение Просто роскошное С утра меня порадовали Тортиком Соседушком Буду готовить Еда есть Дома Сейчас начнется уже жара Я сижу на балкончике Шампанский На море не пошла Ну ничего, пойду завтра Море никуда не денется Я здесь Как вы проводите свой выходной день Пишите Я сейчас буду читать чат Сейчас, сейчас, сейчас Сколько вы тратите денег На жизнь в Турции В Турции Я не считаю Я не считаю И сказать, что я себя В чем-то ограничиваю Нет Не ограничиваю Но я и не считаю Если я хочу там пойти Вот туда-то я пойду Если я хочу поехать туда-то Я пойду Поеду Если я хочу Хочу купить То-то Там я это куплю себе Я не считаю Ну вот я прилетела Сейчас вам скажу Знать как Я прилетела В конце января У меня было 7400 7400 долларов Сейчас у меня осталось 4500 Сейчас вам скажу Сколько я потратила Сейчас Сейчас, сейчас, сейчас Так Калькулятор Я 7000 привезла И 400 рублей И 400 долларов У меня было Было здесь Так 7400 Я вот недавно считала 4 500 У меня осталось 2900 долларов Я потратила Я потратила их За В конце января Я прилетела Февраль Март Апрель Май Июнь Июль За полгода Ну потому что В январе Я все равно прилетела В каких-то последних числах Июль Будем считать Уже конечный месяц Я потратила их За полгода Я трачу в месяц 483 доллара 483 доллара Из них я Ездила в Стамбул Я ездила в Мерсин Я Купила шторы Из крупных покупок Что Я живу Я трачу в месяц 483 доллара Вот Чтобы вы понимали Ну вот так вот Плюс-минус 483 доллара Почем сейчас доллар Ну например По 90 Да Вот пример 43 тысячи рублей Я оплачиваю Все свои счета Все свои налоги Естественно Но будем говорить Что у меня Квартира своя Я не покупаю Ничего из одежды Я еще как-то умудряюсь Куда-то съездить Вот Девочки Когда приезжали Лена и Оксана Мы по отелям Мотались То есть в эти деньги Уже Входит вся Вот эта вот сумма Ну вот 483 доллара Много это или мало Ну вот посудите сами Ну это вот Тот уровень жизни Который я поддерживаю Ну как Я не то чтобы поддерживаю Я себе ничего не отказываю Что хочу То я покупаю Вот Что хочу То покупаю Я на работе В понедельник увольняюсь Да вы что Вы найдете лучше Вы найдете лучше 100% Если работа не устраивает Нужно менять Никто ей ничего не посылает Ну как не посылают Ну спред тебе от моей бабушки Говорит девушка Кровь с молоком Веселая такая Мечта мужчин Алиса у вашей бабушки Очень правильные Понятия по жизни Передавайте мне привет Женька тебя смотрит В Дубае скучает Да ладно Пусть не скучает Передавайте Тебе плохо? А оно чувствуется А Нью Он пишет Елена 77 Тебе плохо? А оно чувствует Мало как тратишь А на что тратить-то? Ну я не покупаю себе одежду Там ну к примеру Мне не надо ничего У меня есть все Постельное Я же когда сюда переезжала Я привезла все Я привезла подушки Я привезла одеяло Я привезла постельное белье Я привезла с собой Новую одежду Я не покупаю здесь Даже трусы не покупаю Если бы я покупала трусы Платье, одежду Конечно бы тратила больше Но у меня все есть Девочки я с собой 80 килограмм вещей привезла 80 килограмм я здесь покупаю только знаете самое необходимое, там шампунь мясо, ну там знаете какие-то вот такие вот вещи у меня платьев сарафанов новых вот лежит еще в упаковках просто вот так, девочки умотаться, за всю жизнь носить, не переносить а косметика мне как таковая не нужна, мне боженька дал красоту, хну мне девочки мои привезут, мои подписчицы ну там кофе я вот сейчас не покупаю, потому что мне мама привезла, мне мама на новый год подарила кофе, я его сюда с собой привезла ну вот как-то так давайте выпьем, давайте выпьем давайте выпьем, давайте выпьем я ни в чем не отказываю себе абсолютно, но я опять же я и не покупаю лишнего если бы, конечно, квартира была съемная это было бы вообще, это было бы непосильно цены на недвижимость, а я же еще оформила и комет то есть я оплатила страховку я оплатила все на два года вот, из крупных покупок это же еще оформление и комета ну как бы вот ужас, вот правда вы шлюте ей не деньги на этот трэш да вы что, хоть люди, она вас обзывает вы как неразумные слушайте слушайте, слушайте, слушайте нормальных людей никогда не обзывала а вы в Россию будете приезжать? конечно конечно, конечно, конечно мне шлют донаты только хорошие люди и ставят мне лайки исключительно хорошие люди сейчас посмотрим может быть, кто-то что-то прислал может быть может быть, может быть нет, пока только Наталья тысячи прислала и вчера Георгий 500 рублей инки на мандаринке пока больше никто ничего не выслал ничего не в деньгах счастья а в их количестве вот нормально чувствую себя просто превосходно а вот знаете люблю такое состояние вот это вот на подъеме я обожаю состояние очень люблю, когда ты рассуждаешь про экономию денег это подстегивает желаю тебе всего самого наилучшего Леночка я никогда не была транжирой я никогда не была транжирой даже на свою маленькую зарплату там, допустим, там в 20-25 тысяч рублей я не имела долгов живя в России я всегда а, на эти деньги а, нет, не так говорю эти деньги трачу в долларах свою квартиру свою квартиру и я оплачиваю донат вы мне присылаете в Каменске, которая моя квартира вам спасибо большое за это я никогда не была, знаете, расточительной ведь я экономист по образованию меня не просто так этому учили и я знаю, как из меньшего получить больше я никогда не была транжира я всегда очень не то чтобы скрупулезно оцениваю каждую копейку я себе могу позволить и самый вкусный шоколад и самое лучшее вино лучшее вино в Турции не купить поэтому лучшее вино мне привозят из России лучшие шампанские вот эти вот игристые вина мне привозят из России здесь просто-напросто этого нет страна мусульманская мне ничего не надо мне ничего не надо что может такого понадобиться что, ну, блядь что вот я захочу купить в Турции все, в Турции все, что я хотела я уже купила я хотела здесь квартиру на Средиземном море я ее купила все ну что можно еще тут захотеть в Турции здесь невкусно здесь нет хорошего алкоголя все то, что я ценю пожрать и выпить здесь есть только то, что, есть только море все все, все, все и мужчины ах почему твои прихвостни не покупают тебе шампуни какие прихвостни я вон в Юсбир спустила если за 39 лир литр шампуня купила и прекрасно, прекрасно как, посмотрите, какие прекрасные волосы сейчас нет сейчас развяжу комочек и будет жарко надо, кстати, покрасить волосы прекрасные волосы прекрасные просто роскошные волосы и стало жарко ну ладно, посижу с распущенными пока потом это прихвостни знаете, мне не нужно ничего покупать я сама себе все куплю вот сама себе все куплю мне не нужно содержать мне не нужно в мою жизнь никак вмешиваться если мужчина берет на себя обязательства по твоему содержанию значит, он значит, он будет как на твою жизнь влиять это для меня недопустимо просто для меня это недопустимо вот смотрите хватища вот представляете, как жарко представляете нет не представляете конечно 40 с лишним конечно надо зайти не вбим надо зайти в микрос купить резиночек пружинок надо купить здорово же себя окружать красивыми и качественными вещами зачем еще зарабатывать не чахнуть же над ними красивыми и качественными вещами что красиво качественного можно купить в Сурции ну что все, что нужно у меня уже есть и на сколько вышла цена перевезти 80 килограмм одежды это самолетом да, Катенька это самолетом мы покупали багаж я везла это в 4 сумках по 20 килограмм я была с Иришкой это было в начале сентября 2021 года мы оплачивали 10 тысяч рублей 10 тысяч рублей это было за 80 килограмм багажа 2 сумки на Иринку 2 сумки на меня за 10 тысяч рублей я бы здесь столько бы всего не купила мне бы пришлось здесь потратить гораздо больше спасибо за позитив вы мой вы мой реал релакс в Москве дождь в Москве дождь держитесь мои хорошие о майкл инки на мандаринки 12 польских денежек спасибо моя любовь мой майкл это точно их количество это точно глядите как волосы отросли очень отросли очень в конце января когда я была в России в январе волосы у меня вот такие вот были вспоминайте вот вот насколько отросли у меня растет все и волосы и ногти и прекрасная кожа умирать я всем довольна 509 лайков огромное спасибо каждому кто поставил всем хорошего дня всем прекрасного настроения кто у меня есть кто меня любит кто ждет мои видео есть ли у вас хобби не знаю раньше у меня хобби было ютюб сейчас ютюб это моя работа это источник моего дохода знаете сказать что я там вышиваю крючком рисую маслом или нет нет я научилась на своем хобби хорошо зарабатывать и мое хобби ютюб позволил сбыть мне мою мечту я сейчас живу жизнью которой я мечтала жить жизнью сейчас живу которой я мечтала жить всегда смотрите бокальчик холодненькое шампанское холодненькое шампусик я вам сейчас скажу сколько градусов вы просто охереет я вам сейчас скажу на яндексе сейчас зайду подождите подгружается интернет-то ведь тут сейчас сейчас подождите грузится пишет 32 ощущается как плюс 41 32 ощущается как плюс 41 да ясно температура Средиземного моря плюс 30 градусов высота волны 0,3 метра период волн 6 секунд ветер южный 2 метра в секунду слабый порывы ветра до 4 метра в секунду давление в норме 751 миллиметр ртутного столба на дороге на дороге сухо влажность высокая 73% сатый огород засушливая погода до понедельника почва сухая плюс 35 световой день 14 часов 6 минут закат сегодня будет в 20 восход солнца был в 5 51 что еще вам можно сказать уфа индекс 8 очень высокий уфа индекс 8 самый оптимальный прогноз погоды это яндекс все расписано вообще все расписано исключительным образом и что еще хочу сказать что навигатор в яндексе самый лучший навигатор просто исключительным образом да наши вообще во всем лучше подстригать волосы не буду челку подстригать не буду ни в коем случае с такой жарой чтобы я исходила я в инстаграме смотрю иногда знаете захожу на страничку Кристины Багдасаровой у нее это дочка это малышка Лали она короче себе где кто-то выстригла челку выстригла челку два дня назад и пишет господи зачем я это сделала я сейчас буду отращивать а у девочки длинные волосы вот такие вот прямо вот длинный такой красивый волос ну у Кристины она говорит зачем я это сделала я не знаю я вообще если честно когда она обстригла челку я обалдела думала на какой хрен ты это сделала я прям так и знала что она пожалеет нет 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 никакой челки никакой челки видите такая жара у меня со лба пот течет я еще тут такая челка будет вот такая вот висеть мотня нет мне знаете у меня красивые черты лица у меня потрясающий лоб на кой хрен мне нужна челка давайте выпьем чтобы стать еще красивее ой суббота сегодня суббота хорошие люди поставили мне 537 лайков у нас в Казани тоже 32 духотища ульяновск плюс 33 31 градус пермский край 47 душно матлуба у вас это где 500 баксов зарабатывать нет я зарабатываю больше 500 баксов и я на ютюбе я конечно больше зарабатываю а вот когда ты будешь готовить почки крученые тогда и лайки будешь зарабатывать написал мне Зинаида Жукова Зина что такое почки крученые почки крученые а сколько на ютюбе в месяц зарабатываете если не секрет 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 стало гораздо меньше моя заработная плата упала в 3,5 раза с начала СВО но это все равно хорошие деньги эти деньги понимаете я зарабатываю живя в свое удовольствие и допустим если сравнивать с зарплатой в России эти деньги вот сейчас которые я зарабатываю я бы зарабатывала если брала бы на себя очень большую ответственность если бы я руководила отделом например из 10 человек не слабо за них за всех ответственность а так я несу ответственность только за себя проснулась и пошла на море а раньше я зарабатывала деньги чтобы вот так вот как директор завода да вот до того момента пока они отключили рекламу от российских просмотров я зарабатывала как директор завода я же бухгалтер я же знаю сколько зарабатывал у нас директор на УЦМе директор огромного металлургического предприятия я зарабатывала столько же просто я зарабатывала столько же но сейчас прошли те времена конечно же заработная плата упала но она все учитывая то что у меня уже есть какой-то фундамент под ногами и знаете мне много в принципе не нужно для счастья мне все устраивает мне все устраивает ведь лучше знаете пешком идти к морю каждый день чем каждое утро ехать в мерседесе на работу и те же самые деньги получать ты просто живешь просыпаешься и каждый день Бога благодаришь каждый день вот и все вот и все вот и все вот и все вот так вот вот так вот стареющий алкашне завидую врешь и не краснеешь секас был да два раза два раза зеленое полотенце стираю чтобы не нарушить покрывало постелилась я под жопу мне так нравится не нашу беде чтоб не запачкать матрасы не запачкать белая покрывала постелила свое свой зеленое полотенце под жопу а че нет девочки а че нет да да было два раза хейтеры я даже вот не знаю как вам еще сказать может быть даже показать че хотим вас хотела разогнать тоску разогнать тоску майкл это который сидор сидор это ты жарко жарко конечно жарко лето должно быть летом не отчаиваемся но вообще в принципе если погода летом дождливая это не порядок хотелось бы лето чтобы было летом но в турции прямо знаете лето так лето всем летом летом хотя до до начала января до начала июня у нас турции даже дожди были в июне это зима была очень теплая весна была затяжная и лето и лето и лето и лето было долго не наступало зато сейчас все взяло в свои обороты нет хельга я не продала квартиру в россии у меня квартира есть в россии конечно имечка разгоняет аскуты огонь в позе выброшенная на берег медуза нет и сверху и снизу блять и сбоку а где кристи кристи уехала домой кристи долетела до дома все хорошо рейс без за рейс без пересадкой рейс при прямой рейс без опозданий все идеально до дожди были в июне конечно нонсенс в турции часто обманывают в магазинах в магазинах нет я не хожу в магазина где могут обмануть я хожу в магазины где есть прям уже написанные ценники где не нужно спрашивать цену где не нужно торговаться я предпочитаю такие магазины такие магазины где нужно контактировать с продавцом максимально нет я в такие не хожу мне даже неприятный сам момент что я буду как-то спрашивать цену напишите цену вот например там 200 лир к примеру я сама решу брать эту вещь или не брать а тут же тут как в турции действует принцип на тебя смотрят оценивают он как стать смотрит какой у тебя браслет на руке допустим сходы отеля допустим 5 звездами или 4 звезды и они очень понимают камни вот эти вот какие у тебя камни в ушах они смотрят на украшения на внешний на на внешние атрибуты ботекс и хуёта они понимают что это все стоит денег оценивают вообще человека дорогой он недорогой часы не часы там какие-то сумка не стоит и называют цену относительно из этого цена за эти которую называют она даже порой там в пять раз больше чем здесь это стоит на самом деле уже в турции любят торговаться турции любят обманывать но я не даю себе возможности я не даю себе возможность у меня обмануть другим людям да я тоже не люблю магазины бесцен чувствую да конечно хотят обмануть конечно естественно хотят обмануть естественно если вы задать в готалке не ходили нет ну и такого мы такое не любит мне такое не подходит куда ты трупы прячешь после позы сверху хейтерши марамойки выскочки ха 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 инка что такое гёзлимешная ну гёзлимешная это я так называл это я так ее назвала гёзлимешная на самом деле гёзлимэ это турецкое блюдо а в принципе а так и называется гёзлимэя лейна короче там подают турецкую кухню в самых лучших ее традициях у меня недалеко находится вчера там были с крестим поели сверху сделала мой день но что и а что ж что делать говорят что тебя хотят выгнать из турции кто блять говорят в москве курда я тоже шампанского захотелось если у вас есть бутылочка шампанского открывайте в субботу днем утром сам бог велел сам бог велел и на меня видно видно еще обухни фантазии еще больше вопрос ох жара о жара и на вы шикарны спасибо большое и в день и степану спасибо 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 давайте заблокирую и на вы сейчас смертным нет есть не вообще непонятное отношение нет я его не видел или мужа две недели жарко 41 я же вам я же вам показывала погоду ощущает 41 я на балконе пью шампанское мы шторки закрыты гляньте гляньте как у меня хорошо смотрите потолочек да кстати хорошо что нет сигарет я бы сейчас сидела курила и у меня вы потом болела голова а так я а выпью шампанского немножко полежу приму душ немножко полежу не не но не нужно ничего мыть не нужно ничего прибирать у меня полы мытые белье у меня настиранное и вот уже только собрать вот то что уже высохло застелить постельное белье мне нужно все все приготовлю покушать приготовлю покушать все идеально идеальная жизнь чем запачкать из тумбочки ты себя веры видела в зеркало чудище жанна овчинникова красота будь счастлива марина хватит пить конечно люба конечно конечно люба хватит пить не пей а я выпью почему не мешает я пью кава кава я первый раз попробовала в москве когда я приехала ммм к жене в гости на дне рождения у игоря кава я первый раз в москве мне сразу же понравилось вообще не понравилась кава больше чем просета и я свое мнение не изменила да волосы длинные конечно волосы длинные кто там пишет что у меня три пера на голове у меня вообще нет у меня вообще нет жалоб на мои волосы абсолютно охуительные волосы и растут и не секутся и все прекрасно вообще в организме все прекрасно как прекрасная жизнь давайте выпьем за пятьсот девяносто два лайка давайте выпьем наташа сухого вина за то чтоб жизнь стала краше ведь жизнь одна давайте выпьем наташа за взгляды без слов инна спасибо вам за позитив сто рублей татьяна спасибо танечка давайте выпьем за вашу любовь sorts батаро напартис парам 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 Когда у меня вот здесь хамам. Ну, какой хрен. Ну, что, вот прям, знаете, что, смеяться, что ли? Того человечка, который был в очках, вот на столе, я его выбросила. Мне надоели вот эти вот сломанные очки. Вот это вот дерево купила в магазине Ак-Денис. Она сейчас меня радует. А вчера, кстати, на цветке, который мне Оксана оставила, на орхидее отвалился нижний лист. Желтый. Пожелтел как-то вообще за два-три дня. Я даже не заметила. Я его так убрала. Вчера же там отодвигала диван, все мыло, кровать отодвигала, все мыло, диван отодвигала. И смотрю, взяла цветок в руки, отвалился листик. Полила, поставила. Оксана приедет в сентябре. У меня в сентябре, даст Бог, Господи. Господи, пожалуйста. Пускай мама приедет, пускай Иришка приедет. Пускай, 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 пускай. Кстати, в Турции на 30% подорожали лекарственные препараты. Официально. Дан поднял стоимость препаратов. Я маме покупаю же, как же, хондроксид, хондроксид, для суставов, чтобы не болели. Ну вот я показывала в своих ранних видео. Я уже не один раз покупала ей эти препараты. Последний раз я брала за 500 лир. Сейчас, наверное, они будут вообще тысячу стоить. Ну ничего. Тысяча триста семь человек меня смотрят одновременно. Шестьсот семнадцать лайков. Ничего себе. Ничего себе. Какая прекрасная у меня аудитория. Еще бы эта аудитория отклик в моем сердце нашла. И вот смотрели бы меня, и писали бы мне комментарии добрые. Ставили бы мне лайки. Это было бы вообще прекрасно. Но мне нравятся все равно. Прямые эфиры все равно как-то, знаете, дают прочувствовать меня. Меня настоящую. Даже порой хейтеры пишут, о чем она вообще рассуждает. Или там пишут сначала. Мы думали, что ты дура. А ты не дура, оказывается. Ну, конечно, я не дура. Даже, знаете, даже если я вам кажусь дурой порой, я далеко не дура. Вот так вот. Вот так вот. Я образованная, красивая, умная женщина. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Подождите, вот видите. Мотает, мотает. Ну и чего не загрузишь, а? На кей кошелек мне 100 рублей прислал. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. 25 июня мне прислали 2000 рублей. 24 июня 1000 рублей. Спасибо большое. Спасибо. Деньги очень важны. Деньги очень важны. Деньги очень нужны. Написал мне какой-то Паша. На диетолога отправил 50 рублей. Паша. Паша. 50 рублей. На эти деньги в Турции можно купить только Богу хлеба. Вот по нынешним ценам придется есть хлеб. Если хочешь отправить денег на диетолога, отправляй мне 5000. Тогда, возможно, твои желания сбудутся. А так, Паша. Иди нахуй, Паша. Куплю себе, блядь, на твои деньги печенек. Ну, что-нибудь. 50 рублей. На что можно купить на 50 рублей? А нихуя не выпущены 50 рублей уже. Такие цены. Не жизнь, а сказка. Не жизнь, а сказка. Вот реально. Вы посмотрите на меня. Цвет платья, чтобы вы понимали. Вот. Вот это вот все мокрое. Я сижу. Вот. Вот. Я прям сырая. Вот это вот все мокрое. Вот. Это все мокрое. Я пошла переодбить переодену платья. Подождите, пожалуйста. Так. Вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На улице, конечно же, я хожу в лифчике, конечно. Ну, хотя, в принципе, знаете, вот есть такие платья, которые... Такая одежда, которая, допустим, на фото проявляется и видно в нижнее белье. Вот так вот невооруженным глазом даже не поймешь, что я без лифчика, потому что грудь у меня хоть и большая, но она стоячая. В принципе, здесь такая резиночка. Я вот ее недавно от Терези, вот мне этот... Сделала... Ну, типа швия, а портной, портной, портной. Вот как я сходила к нему, сделала. Платье-то-то вот очень красивое. У меня точно на коже платье есть изумрудное. Это прекрасный Василек. Сейчас покажу вам, подождите. Надо убрать волосы. Блядь, жарко, пиздец. Вот гляньте. Длина платья. Очень красивая отделка. Гляньте еще, как Василек придумал сделать, видите? Очень-очень шикарное платье. Оно мне так нравится. Очень-очень красивое платье, очень. Я не знаю, как вам смотрится на камеру, но я, поверьте, я вижу больше. Андрей Д. прислал мне 500 рублей на вкусняшки. Да мой ты, дорогой, на вкусняшки. Вот, Андрюша, спасибо, дорогой. На вкусняшки. Этот придурок написал мне на диетолога 50 рублей, а Андрей Д. мне прислал 500 рублей на вкусняшки. Дайте Бог здоровья. Дайте Бог здоровья, Андрюша. Ой, блядь, вот. Мои люди всегда со мной. Гузова просто философ. Я тоже считаю, что мои люди всегда со мной. Мои люди всегда со мной. А что мне, в принципе, чего мне не попить шампанского, не посидеть? Я дома все сроблено. У меня все постирано, у меня полы мыты. Фарш еще не разморозился. На море я не пойду, потому что, блядь, у меня месячные. Потому что я не хочу, чтобы меня акулы сожрали. Ну, реально. Потому что я не хочу, чтобы меня сожрали акулы. Ну, потому что там же даже пишут, что если у вас кровотечение, не заходите в воду. И еще, если вы одеты, если на вас какие-то яркие украшения, там, часы, что-то там, тоже не заходите в воду. Не привлекайте внимание акул. Я просто посижу. У меня вчера-то уже практически ничего не было. Ну, так. И если бы я не корячилась днем, я просто сама, видите, раз мыла полы, вот это вот все задвигала, матрас поднимала. Я же все галюхоньком делаю. Я в своей комнате прибирала в спальне, еще когда Кристи была на диване, на диване лежала. Я поднимала матрас, там все вымывала, тумбочки отодвигала, комода отодвигала, все вычищала пол. И я просто все равно, как сказать, нагрузила себя. Кристи потом уехала, я давай диван двигать, там все вымывать, под окнами давай все вымывать. Я просто вот приседала, такие вот физические упражнения. У меня поэтому, блядь, еще и, как бы сказать, полило, блядь, к вечеру. А так, у меня уже все нормально было бы. За два дня, месячных, у меня уже все вылило. Но, вчера пришлось запачкать полотенце. Ничего страшного, 15 минут, вот она прокрутилась. Вот же она зелененькая висит, она вот уже, вот она, видите, зелененькая. Раз, два, три, четыре, пятая перекладинка. Вот она еще вот, сарафан мой не нравится, вот этот вот, яркий, красивый сарафан. А чем он вам не нравится? Цвета они выгорели. Фасон прекрасный. А ну, блядь, я вам сейчас покажу. А ну, нахуй, суки. Суки завистливые. Чем вам не нравится мой сарафан? А ну, гляньте, посмотрите, какое красивое декольте. Какие бретели. Без лифчика. Все под резиночку. Где хоть один выгоревший цвет? Какой прекрасный фасон. Вы что, блядь, совсем, что ли? Вам лишь бы написать гадости. Какой красивый сарафан. Вот какой прекрасный сарафан. Он уже, кстати, высох. Нужно было его убрать. Ну, я сейчас не планирую, блядь, никуда идти, ничего убирать. Потом уберу все разом. Мне что хорошо. Вот сейчас у меня шторы. Вот сейчас у меня шторы на балконе. Мне можно одежду вешать. Я же раньше переворачивала на левую сторону, чтобы не выгорели цвета. А сейчас, из-за того, что у меня нет прямого попадания солнца, мне можно вешать, как хочу. Как хочу, и ничего не нужно мне. Ничего мне не выгорит. Какой красивый сарафан. Ну, вот просто я пишу, там, ходишь в одном и том же. Так если это хорошие вещи, качественные, они нигде не порвались. Нигде не выцвели, нигде не покоцаны. Я почему должна их выбрасывать? Но одновременно я не могу заносить все вещи, которые у меня есть. Но не могу я. Какие-то вещи выходят из строя, я их убираю, новую что-то достаю. Я не могу все заносить. Ну, что, я 80 килограмм вещей привезла, и давай 80 килограмм вещей все сразу открыла. Нет, конечно же, нет. У меня разные вещи есть, есть на разную погоду. Давайте выпьем, Наташа, сухого вина. За то, чтоб жизнь стала краше, ведь жизнь одна. Давайте выпьем, Наташа, за взгляды и без слов. Давайте выпьем за нашу любовь. Я так довольна этими бухалами. Я их брала в карадже. А смотрела, короче, подписалась на паблик. Как же она... Блядь, не Кока Джамба. Мадам Коко. Кока Джамба, блядь. Кока Джамба. Блядь, сука. Мадам Коко. Кока Джамба. Я, 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 Кока Джамба. Кока Джамба. Сука. Блядь, сама себя размешила. Короче, мадам Коко. Я здесь подписалась на них в Инстаграме. Смотрю, там у них акция. Они, у меня же шлепки красные порвались. Ну, один шлепок на... Туда вот душку суешь, первые пальчики, которые. Там маленько на подушке лопнула. Думаю, так нужно шлепки заменить. У меня еще есть одни мятные, но они теперь не совсем удобные. Смотрю, в мадам Коко. Короче, в Кока Джамба, блядь, продают шлепки. Но я еще до туда не дошла. Вот мне до него идти 10 минут. Мне некогда. Мне некогда туда идти, в этот Кока Джамба. Я пью шампанское на балконе. Мне некогда туда идти. Блядь, в Кока Джамба. Ой. Именно вы женщина со стержнем, так держать? Да, серьезно. Во мне, ого-го, какой стержень. Ого-го. Супер красотка, у тебя все получается. Ты умница. Все нажралась. Баба-яга. Блядь, Баба-яга. Я Баба-яга? Реально? Я Баба-яга? Ой. Нет, я сейчас не в трусиках. Я сейчас в платья. Всем пофиг, что ты носишь. И на эти тряпки в том числе. Ну, смотрите ведь. Одновременно сидят в эфире 1333 человека. 1333 человека меня смотрят одновременно. Это как стадион. Это как на концерте у Аллы Борисовны Пугачевой, блядь, в Советском Союзе. Бельченко, ты идешь в бан. Стоячая грудь до трешки, без прогибов. Остальное уши с паниеля. Элиза. Элиза, ты такая дура. У меня пятый стремящийся. Пятый стремящийся. Ты просто вот не поверишь. Ну, вот это вот счастье мне дано от природы. У меня пятый стремящийся. Вот. У меня потрясающе красивая грудь. Она провисла только лишь под тяжестью. Только лишь. Я могу себе позволить вот с такой грудью не ходить в левч. Я могу себе позволить все. Девочки, вам, конечно же, этого не дано. Поэтому вы пишете гадости. Завистницы вы мои. У вас так не будет никогда хорошо, как у меня. Мне вас очень жаль. Хочу, мне вас похуй. Блядь, мне вас не жаль. Еще покушу, вы не думаете. Я о вас не думаю вообще. Нет. А может, не еще шампанского поставить в холодильник? Ну вот так разобраться, я вот хочу сказать, что вот я буду шампанского достала. А там пусто в холодильнике. Может пойти поставить шампусик тебе? Нет. Нету и никогда не будет у меня детей. Вика, это у тебя не будет никогда детей. А у меня будет. Вы юмора не понимаете. Она специально так говорит, чтобы вас позлить и рассмешить. Все блогеры немного артисты. А у вас с юмором плохо. Все блогеры немного артисты. Я не могу сказать, что за всех блогеров. Я вообще. Я могу сказать только за себя. Я, да, артист. Больших и малых. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Парш достала. Готовить пойду. Там у меня кабачки, картошки, лучки, две морковки, помидоры есть. Я могу себе приготовить такой вкусный обед. Такой вкусный. Пить-ка и по башке тебе не следит. У меня очень красивая грудь. Очень. Она у меня натуральная. Она у меня естественной формы. Я просто охуительная грудь. Обиженные жизнью бабенки. У меня денег на Турцию, да? Сидите слюной, захлебываетесь. Да. Вы правильно написали. Инка, поиграем буферами. Набуханная уже. Грудь отрицательно стоячая. А куда Виталька от пизды деталька делся? Не Виталька от пизды деталька, а мистер ВВ для вас. А с Витальичкой мы вчера переписывались. Мы вчера переписывались. Меня все устраивает. Умный, образованный, молодой мужчина. Девочки. И не гей. И богатый. И богатый. И очень многое в жизни понимает. Понимает правильно. Жизнь побила. То есть он уже тертый калач. Жизнь побила. Знаете, когда у человека есть вот прям вот глубина. Когда у человека есть... А правильные понятия, что хорошо, что плохо, это охуительно. Девочки, я бы вот вам к мистеру ВВ, знаете, присмотреться бы рекомендовала. Присмотреться. Вы миловидная и шикарная женщина. Клиент созрел. Сейчас разорвет от комментов. Елена пишет. Как вы правильно говорите. У вас так не будет никогда. Кто сможет купить квартиру в Турции и не работать на дядю? Лена, честно, какая вы умница. Но я сказала, это не в вашу сторону. Я сказала, это в сторону хейтеров. Ведь как бы они мне не писали, Вот что бы они мне не писали, вот такие вот гадости. И я понимаю. Ведь я осознаю всю ту ситуацию, как мне повезло. Я живу без будильников, без понедельников и без начальников. Я сама себе начальник. Я просыпаюсь тогда, когда я захочу. Я занимаюсь любовью с тем, с кем я захочу. Я обнимаю того, кого я захочу. Деньги – это свобода, безусловно. Мне не нужно ни под кого подстраиваться. Мне не нужно ни с кем жить. Мне не нужно делить от настроения такого-то мужчины зависеть. Я рассчитываю только на свои силы, девочки. Это безумно приятно. Жить в прекрасной квартире на берегу Средиземного моря. Каждый день иметь возможность сходить к морю каждый день. Плавать. Даже если ты не плаваешь, ты просто проходишь мимо, наслаждаешься этой красотой. Девочки, это просто непередаваемое счастье. Всем моим хорошим зрительницам я искренне желаю, чтобы исполнилось ваше заветное желание. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто сказал, что Виталька потерялся? Кто сказал? Тысяча рублей отличного настроения. Моя прекрасная Инна. Ясно? А-а-а-а-а-а-а-а. Сейчас я, блядь, откреплю изоленту. Отличного стрима. Прекрасная Инна. Вот. Тысяча рублей. Виталий Т. Вот так вот. Что, сука, схавали? Схавали? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот он, Виталька. Виталька, он для меня. Для меня, нахуй, для меня. Не для вас. Тысяча рублей. Он вот мне еще недавно тысячу посылал. Эээ, день назад. Да, день назад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какой дружбан, я жду его в Турцию. А коль я посижу, пойду я поставлю еще шампанское в холодильник. Ну, потому что, что мне тут? Что мне? Что мне стоит дом построить? Это вот, видите, платье у меня? Голубое висит. Ну, пускай висит. Что делать? Сейчас, мне нужно. Как прекрасно. Чухаете ли? Видите, Виталичка мне тысячу рублей писала. Тысяча, дай. Тысяча, это не десять рублей. Подожди. Я же сейчас здесь не нахожусь. Дай-ка открою дверь, чтобы продувалась. Так открыла, так воли годно. Может здесь все так холодно. О чем пахнет? Так вкусно пахнет. Вот этим, что ли. Так закончилось. Представляете? Надо войти, типа идти. Закончилось, надо выбросить. А я открыла двери. Ой, как же здесь пахнет хорошо. А чем, может, мыло? Нет, не мыло. Я открыла двери. Гель для душа у меня закрыт. То есть, им пахнуть не может. Вот этот гель для душа. Лепети Марсио. Видите? Видите нихуя? Насрадо у нас. Видите, блядь, не видите? Меня еще поебать. Этот закончился. А я открыла двери. Боже, какой божественный аромат. Может, порошком? Нет, блядь, не рели. О, какой божественный аромат. Надо пойти вальки и еще взять. А может, в английском сходить. А что сюда пришло? А еще пошло. Шампанское поставить. Так, смотрим. Шампанское. Мартини. Этими девочки из Казани подарили. Самбука. Вот Санта-Барбара. Она мне подарила. Ну, как подарила, блядь. Она мне привезла нахуй. Не подарила, я ей деньги отдавала за это. Асти-Мартини. Самбука. Мандора Брюд, это не на Туся подарила. Ван Аталин. Там мне шумарил сдарил. Красная. А у меня, знаете, у меня не так уж и много и осталось, я хочу сказать. Не так уж и много. Ну, мы сейчас, ну и не будешь я, блядь, в коробки ставить нам. Санта-Барбару. Мм? Санта-Барбару Кастильо. Надо поставить. Надо приготовить свою жизнь в празднику. А ну, посмотрим там. Блядь, что-то с коробкой пришло. А ведь все началось с бутылки, с бокала вина. Все начинается с цветов. Все начинается со взгляда. Со взгляда. Посмотрите, я сижу, как свинья, блядь. Здесь подушки сохнут. Здесь платье. Здесь салфетки. Потища вытирала. Здесь тряпка, которая открывала шампанское. Сейчас мы почитаем про это шампанское. Сейчас, господи, что-то. Не заебали, если честно. Шампанское Санта-Барбара я еще не пила. А вот мистер ВВ ко мне приедет в Турцию. Шампанское он мне привезет. Знаете, он мне как сказал? Ну вот, например, если он с другом поедет, то там же норма багажа, короче, три шампанского на человека. Он мне три положит. И еще в другу в чемодан в три поедет. А если, говорит, мы троем поедем, то мы вам в каждый чемодан по три положим. Да и бог здоровья, детальчики. Так, ничего не пишут, да? Санта-Барбара Костилья. Все. Вообще ни слова. Там, наверное, на бутылке вся информация. Здесь штрих-код. Ну ладно. Не очень-то я и хотела, блядь, почитать. Мы захотим почитать, возьмем книгу. Санта-Барбара Костилья. Брюк. Продукт из Испании. Кто говорил, блядь, что у нас санкция? Хую мы видали ваши санкции. Вот вы, например, вот вы, например, там злорадствуете, хейтеры, что, ну, к примеру, что там у нас банки отмечились. Но я могу прожить на донатах. Вот посмотрите, а? Вот за сегодняшний стрим, вот в 11.20, вот посмотрите, 1000 рублей Наталья Р. На вкусняшки. 100 рублей Татьяна. Ина, спасибо вам за позитив. Спасибо вам, Танечка, что вы со мной. 50 рублей Павел. На диетолога. Тут же Андрюша шлет деньги. 500 рублей Ина. На вкусняшки. Андрюша пишет. Снова 500 рублей Королеве Позитива. Сердечко. Королеве Позитива. Ох, Андрюша. Андрюха, загиба, дорогой. Виталий, 1000 рублей. Отличного стрима. Прекрасная Инна. Хи-хи-хи. Виталечка. 100 рублей Галина. 50 рублей Елена Б. Привет из Луганска. Хорошее настроение, Леночка. Пускай у вас будет всегда хорошее настроение. Луганска. Держитесь, дорогие. Ох, держитесь. Вы наши. Вы наши, наши, наши. Держитесь, мои хорошие. Вот видите. И еще деньги считай с Дзеной идут, с Яндекс.Дзена. Ну-ка, смотрите. 400. Сколько там я считала долларов-то у меня в месяц проживания в Турции? 480 что ли? Что там я считала? Ну-ка, напишите мне. 483, да, вроде бы я так считаю. Калькулятор. Калькулятор. Вроде бы 483 было. Умножаем на 90. 43 тысячи. Так я вам и говорю, что можно, что можно и на Яндекс.Дзен жить на деньги. Считай, тебе рубли платят, а ты рубли здесь через ВКонтакте выводишь. Весь, пошел на ПТ-Т, снял. Да, знаете, я не пропаду. 480 долларов. Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Годзилла. Годзилла. Кабанесса. Сколько зависти. Да, мистер ВВ. Яркий и красивый, все правильно. Да. Образованный, тактичный, воспитанный, самодостаточный молодой мужчина. Девочки, присмотрите. Ну, блядь, сами понимаете, что с таким мужчиной должна быть женщина точно такая же. Образованная. Не голодная. Вот чтобы хватит драть. Хорошая, образованная девочка должна быть. Ну, подтип меня. Ведь я вам херни-то не посоветую. Кстати, мы с Виталичкой, ну, вот, с мистером ВВ, мы, короче, знаете, что, мы же общаемся. Ватсапе он там мне пишет, я ему пишу. Короче, на голосовых. Короче, и мы с ним понимаем, что мы с ним сходимся по очень многим жизненным вещам. Он человек со стержня. Он человек, ну, короче, девочки. Хули нам базарю. Просто зайдите на его канал, мистер ВВ, и там, блядь, все с вами посмотрите. Чего, блядь, я с вами еще базарю? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Доброе утро, мои красавицы. В 9.37. Сейчас время... В 9.37, сейчас время 12.37. Я только сейчас прочитала. Вах-вах-вах. Блядь. Ну, как могут быть отношения нормальные, блядь, с мужиком, если я спустя 4 часа прочитала его сообщения? Сука. Ну, не судьба, нахуй. Ну, как не судьба? Блядь, знаете, если честно, вот мне бы хотелось судьба. Я вчера его расспросила полностью. Вот вообще. Относительно всего. Все вопросы, которые меня интересовали, я ему задала. В том плане, что женятся ли в его сестре на двоюродных братьях и сестрах? Есть ли в его семье какие-то психические заболевания у членов семьи? Есть ли долгожители? Есть ли у него какие-то хронические заболевания? Ну, ясно-понятно, я его голова видела. Я вижу, что никаких хирургических вмешательств не было. Ясно-понятно, что он весь такой ладненький. Но сейчас же могут операции проводиться с помощью лазера, и ты можешь не узнать. Но, учитывая то, что он проходит, ну, сказал, что нет, все в порядке. Страничку Эдевлет показал. Там состояние здоровья. Меня не интересовало в данный момент семейное положение. Эдевлет, знаете, типа наши госуслуги. Там вся информация относительно гражданина. Ну, блядь, семейное положение, я все и так знаю, все и так ровно. Относительно здоровья я посмотрела, все здоров-здоров-здоров. Но он каждый... Я с Синаном ходила на медкомиссию. Он же учитель, и там они раз в три месяца проходят медицинскую, типа, аттестацию. А он тоже работает в университете. И я понимаю, что он проходит медкомиссию. Но все равно уточнила. Девочки, вот если рожать, то вот такого. Блядь, умный, потрясающий генофон, потрясающий. Вот умный, красивый, высокий. Блядь, потрясающе сложен, охуительный мужик. Девочки, рожать нужно лучше. Но, девочки, вы должны знать, что IQ передается от матери. И если многие там бабы говорят, что ты весь в отца, ну, к примеру, нихуя подобного, он весь в тебя. Шампанского больше нет. Бутылка закончилась. Реально? Сука. Он весь в тебя, девочки. IQ передается от матери. Шампанское закончилось. Я, наверное, тоже буду заканчивать стрим. Мне поставили 728 лайков. Мои вы лучше. Мои вы дорогие. Ведь мы смогли с вами еще там готовить еду. Соки-соки. Охуительная, да? А, тут Элла. Она сейчас в Крыме отдыхает. Моя девочка. Она восстановилась. У нее была такая сложная операция на ноги. Она упала в аварию. Моя девочка восстановилась. Слава Богу. Слава Богу. Я так за нее держала кулачки. Вообще. Она ходит. Она ездит на велосипеде. Девочки, даже если с вами что-то случится, никогда не опускайте руки. Никогда. Ноги тоже. Даже если вашу ногу собрали по штырькам. Никогда не опускайте. Моя, вот Элла, вы ее видели в моих видео. Я с ней познакомилась на пляже. Красивая девочка из Казани. Она с такими была локонами. Она была в белом пальто, в белых брюках. Она меня смотрела на ютюбе. Моя подписчица. Она ко мне подошла на пляже. Какая она красивая. Какая она классная. Какая она хуйчинная девка. Я упала в аварию в том году. Она села с другом. Была вообще жуткая авария. Ее там вообще собрали по частям. И она сейчас пришла в норму. Господи, как я за нее переживала. Она восстановилась. Она ходить не могла. Она восстановилась. Такая сильная молодая женщина. Сильная. Мисс Элла у нее. А вы ее можете найти в моих подписках, в инстаграме. Мисс Элла она в инстаграме. Как я за нее рада. Просто как я за нее рада. Прям вот вообще. Мой, знаете, пример для подражания. Какая она сильная. Уже конфета жрет. Уже конфета жрет. Хотела садиться на шпагат. Ходи. Маленка. Конфетки жрет уже. Знаешь, вот три дня назад уже конфеты порит. Давай-давай, ешь приятного аппетита. Моя куколка. Кофе запивает. Набрала себе косметики. Ага. Тушь набрала себе. Ага. Вы брожуля. Тушь прям черная. Тушь прям черная. Конечно же, ланком. Конечно. Еще, знаете, пару дней назад выставляла этой. Как вы, девочки, думаете, я сяду на шпагат? Я ее написала и в комментариях. Конечно, там Лена лайф. Конечно, Лена, ты сядешь на шпагат. Конечно, ты все сделаешь, у тебя все получится, если ты захочешь. Конечно, сто процентов. Ааа. Режим энергосбережения. Что, заканчиваем прямой эфир или что? Или мне перезайти, поставить вас в зарядку? Бля, сейчас отключится телефон. Бля, пиздец. Прям экран погас. Сука. Ну, у меня же, блядь, не сто процентов зарядка. Сейчас, подождите. Четыре процента, прикиньте. Я вставила... Вот сейчас вы не отключитесь. Я сейчас, короче, вставила в зарядку четыре процента. Мне надо срочно пойти купить либо в вайтики, либо венлюшко. Ароматы для дома. Ну, вот это вот, короче, жасмин охуительный. Неплохой. А что, мне с вами базарить или нет? 763 лайка мне поставили. Короче, я не знаю. Можно сейчас, конечно, еще... Сейчас посмотрим. Знаете что? Мясо не разморозилось. Мясо не разморозилось. Но, опять же, с другой стороны, можно и не размораживать его, можно и просто... Видите, да? Без груды и завистница. Видите, да? Как охуительная, блядь, грудь. Видите, да, суки? Ну, короче, вы можете писать все, что угодно, блядь. Я понимаю, что... Я, о, господи, это знаю. Так, суки, сейчас не о вас. Вообще, о вас не думаю еще. Мне, может быть, сейчас дать себе отдых, там, вынести мусор, там, ну, бутылки на мусорку. Вот у меня эта бутылка, там, бутылка от шампанского, потом чуть-чуть мусора. И, может быть, чуть попозже еще раз подключиться, и еще раз открыть бутылку шампанского. Либо... 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 Сейчас начать готовить. И можно вот эту бутылку шампанского положить сейчас в морозилку. Ну, вот так. Короче, Санта-Барбара шампанского. Можно вот так вот ее... Меня эта... Марина из Крыма научила. Летний дождь. Короче, вот так вот в бутылку шампанского ты окунаешь, но еще можно там ее в бумажное полотенце. Но можно и в бумажное полотенце, можно и так. И вот так вот ее, короче, в морозилку кладешь и ждешь, пока она замерзнет. Так, ну-ка, что делать? Напишу. Ой, блядь. Розетка упала. Что делать? Напишите. Что напишите? Хочу Валентина в день. Я тоже хочу Валентина в день. Инна, подними платье. Само веселье. Синяя, что ли? Ну, естественно, блядь. А, Инна, вторую бутылку. Продолжай эфир. Короче, ждем продолжения эфира. Арина пишет. После трех бутылок шампанского боюсь представить, что будет. Арина, ты, блядь, мне нахуй прислала три бутылки шампанского. Ты чего, еще два, что ли? Понесла. Бескомплексная женщина. Давай, шлифай не водочкой. Нет водочки, блядь. Любаный Сэмирай с своими советами. Дура-дура, и, блядь, рая. Рая. У меня есть, блядь, тетя Рая. Не у меня тетя, а у моей мамы. Тетя Рая. Ай, тетя Рая. Хорошая женщина у нее, короче. Двое детей. Вадим и Татьяна. Наши родственники. Больше трэша Кабам. Блядь. Паша Ангелина. Блядь. 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 Игорь, тетя Сеня. Ксения, мы тебя видим, видно. Проветривай квартиру почаще. Не нужны будут дополнительные вонючки. У меня в квартире нет никакого запаха. Вы что? У меня в квартире никогда не бывает мусора. Всегда чисто, исключительно. Чистая сантехника и нет мусора. Откуда может быть запах? Вы что, вообще гоните, что ли? Вы что, посмотрите, ну, я не знаю, вам видно или нет, но пол исключительно чистый. Вот исключительно. Вот во всех комнатах. Ну, вот, блядь, вот я вам мамой, клянусь, грубо говоря, исключительно чистый пол. У меня никогда не бывает мусором, и никогда не бывает в квартире никакого запаха там неприятного. Я всегда уверена, когда я кого-то привожу в гости, что у меня не встретят неприятный запах. Здесь же нельзя, понимаете? Здесь очень жарко. Я в России-то была, знаете, в том плане, что ты вот выходишь на улицу, сколько раз вышла на улицу, столько раз вынесла мусор. По-другому никак. Я здесь три раза выйду на улицу, три раза вынесу мусор. Открывая вторую тару, продолжаем гулять. Это она с утра пьянёхонько уже? Да, прикинь. А, лезвий? Нет, блядь, я гетеро. Сейчас, подожди, я еще совсем не опозорилась. Ой, блядь. Мне сейчас ради тебя. Когда женщина влюблена и встречает мужчину в своей мечты, а начинает ухаживать за собой и хорошо выглядеть. Да ладно, Паша Белый. Тебе, конечно же, виднее. Мистер ВВ открыл канал. Думала, сын мамки-отличника. Офигела. Люба, Люба, Люба. Продолжай удивляться. Твоя жизнь на этой миссии сфрида точно. Продолжай удивляться. Я тебя смею разочаровать. Никакого сходства с Лёвой нет. Девочки, вы не пожалеете, если вы пройдете на канал Мистер ВВ. Интересный юмор, подача информации, позитив, грамотная речь, визуал. Девочки, блядь, все как вы любите. Что-то уже пьяное, блядь. Ясно, понятно, что я и трезвая. Я уже выпила бутылку шампанского. У меня вот еще столько вина выпила в бутылке. Алкаши быстро опьяняют, конечно, Смирнова. Я, короче, Вика поставила вот в морозилку уже. Подожди, да, ну да, я сейчас пойду, зайду на этот, на балкон. Сейчас, подожди. А ну, ждите, блядь. А ну, ждите. Я иду. Сука, там еще не все вынесла с балкона. Кофе даже не притронула, блядь. Подожди, сейчас мусор сразу влезет. На тарелку, где мусор хранит. Сейчас, подождите. Мне нужно вынести все. Короче, и бутылку сейчас выношу, и пепель, и сигарет больше нет. Там смысла нет находиться сигареткам. Бокал. Короче, сейчас у меня на балконе. А я бы вам пошла, показала. Ну, хули, вы уже разряжены. А ну, там, блядь, зарядилась. Сейчас у меня на балконе, короче, все, чики-пики. А, подожди, не так. Не так, не так, не так. Подушки. Пускай просыхает. Потом стол протрует, не важно. Так, подушки пускай сохнут, платье забираю. Сейчас, видите, хорошо из-за штор, что шторы есть, ничего не выгорает. Это синенькое платье. Сейчас это, ну, короче, просохнет. Это я заношу. Что будем делать? Готовить будем? Ну, блядь. Будем готовить или что, блядь, или как? Вот тут у меня, видите, крючки-то весело. Тут у меня один, два, три, четыре, пять крючков. Здесь можно повесить джинсы. Очень хорошо, так, приделанные. Очень хорошо. Так, боролась за них. Сейчас у меня платье. Вот, короче, вот это вот у меня простыня. Блядь, о, сука, просохла. Вот у меня простыня. Она у меня служит, короче, не накопителем, неправильно говорю. Она у меня служит, ну, чехлом. Она у меня служит чехлом на матрас. Потом, после этого, на матрас это покрывало. Потом, после этого, я еще кладу простыню. И вот эта вот простыня, она защищает матрас от загрязнения. Я курила, закрывала двери. Сколько-нибудь презератив осталось. Было десять. Осталось шесть. Было десять, осталось шесть. Это что? Это дюрекс. Особо тонкие. Четыре презератива использую. За телефон. Прошу прощения. Прошу прощения, мои дорогие. Если честно, я пока бегала, искала зарядку. Я вам там показывала презеративы, грубо говоря. И пока, пока я искала зарядку, пока я подключилась, пока я включила телефон, зарядка ноль процентов. Разрядилось все в пух и прах. Я подключилась. И я, короче, захожу на YouTube. У меня телефон выключился, включился заново. И, короче, я такая, я такая, блядь, я такая, 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 короче, я такая, включаюсь. И у меня есть, раз эфир тот был не сохранен, я захожу продолжить. Там, это, плюсик, там, трансляция, там написано продолжить эфир. Я нажала продолжить и позволила продолжить. Господи, спасибо. Господи, спасибо, 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 спасибо. Я так рада, что я успела продолжить эфир. Давайте, что они вкусненько приготовим вместе с вами. Давайте, дайте нам список продуктов. Мы в прямом эфире приготовим. Вы и зрители. Слушайте, у меня есть картошка, у меня есть лучки, у меня есть морковь. У меня есть, я знаю, что я буду готовить. И, абсолютно, это будет одно и то же, что я делаю всегда, повседневно. Мы сейчас вместе с вами приготовим, естественно. Я вынесла всё с балкона. Я уже думала, ну, пока у меня телефон маленько заряется, я и планировала выйти в прямой эфир, но мне позволил, позволил YouTube продолжить этот же эфир. Ой, господи, как хорошо. Господи, как хорошо. Ты остановилась на презиках, не отвлекайся. Ну, чё остановилась? Их осталось 6 штук. 6 штук. Мы вчера один использовали. Один. Ну, вот эти вот особо тонкие, ну, неплохие, но, блядь, всё равно. Девочки, как хорошо, что у вас мужик думает, блядь. Как хорошо, что у вас мужик думает о последствиях. Когда у тебя образованный мужчина, конечно же, конечно же, совершенно другие эмоции, совершенно другие эмоции. Но, если честно, вот я вот так вот подразумеваю, что я понимаю, что навряд ли он на мне женится. Навряд ли. Совершенно всё другое. Маловероятно. Но Господь посылает в мою жизнь мужчин всё лучше и лучше. Господи, спасибо. Это, знаете, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Может, вы мне подождёте? Я быстренько сбегу, столько вина, вот это вот. Вот это вот, вот это вот. Давайте я вынесу мусор, чтобы я себя чувствовала комфортно. На хуй я с вами базарю, блядь. Я так вынесу мусор. Вы мне что, блядь, ты как, что ли? Я сейчас пойду вынесу мусор, вы, блядь, будете на проводе. Во сколько? 1080 человек. 1080. 1087 человек. Подождите, нихуя с вами не сделается. Я сейчас вынесу мусор. Можете не зайти в магазин. И вы, конечно, нихуя не пойдёте. Вы будете здесь, дома. Ну, потому что, блядь, и вас ещё не хватало. Я сейчас скажу, вынесу мусор, вы будете на проводе. Пока ставьте мне лайки. У вас есть, блядь, дела. Вы не сидите, блядь, дела. Вы пока ставьте лайки. Сейчас, подожди, я сейчас достану мясо. Пока мясо размораживается. Вот. Вы наблюдаете за ним. Мясо размораживается, считаю, так. Но ведро тут не чистое. Сейчас я, подожди. За водой буду я заходить или нет? Я нахожу, уже вода. У меня воды половина пяти литрошки. Можно и зайти. У меня хлеб есть. А можно и не заходить. Чего я там пойду, запах на алкоголь? Да я не пойду за водой. У меня, у меня, даже если у меня, этот, мой мужчина придёт, у него есть вода. В кувшине есть вода. Короче, я не пойду болеть за водой. Всё, давайте. Давайте, нахуй. Чильки без меня. Я, я пошла, короче, выходить на мусорку. Чё, блядь, выходить нахуй. Я не пойду в магазин, я быстренько на мусорке сбегаю, я буду готовить. Слышите меня, Эгена? Вот, нет, скучи засту, две минуты. Нихуя с вами не случится, подождите. А там у меня шампанское охлаждается и будем готовить. Я в магазин, я не пойду в магазин. Вот, несколько минут. Пробка выводится. Всё, давайте. О, блядь, тут что-то, бутылка. Вот это, куня. А, у меня шампанское есть. Кули не выпить на дорожку. Мм. Так. Всё, ждите. Кули вам ещё остаётся. Сейчас, Эген. Будем готовить сейчас. Знаете, что это, просто найти опыль. А в красных шлёпках пойдём. Всё, всё. Продолжение следует... 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 у меня есть ли ароматы а ну давай глянем здесь нет свечки из эстонии бело-черно-синяя свечи и может быть это в может быть это у меня вот здесь вот здесь может куда домашний аромат есть нихуя у меня нету понимаете вот эти вот все бальзамчики мне лена подарила лена моя соседка вот это вот мне мои подписчики привезли это все у меня хна тут у меня порошок там щетки зубы короче здесь у меня тампоны прокладки новые губки здесь у меня крем новый здесь у меня скраб это не в крыму подарили здесь у меня маска альбинатная там у меня влажные салфетки две упаковки 1 упаковка туалетной бумаги всего лишь осталось это чем не прошу парфюмированный спрей для волос почему я не воспользовалась ни разу парфюмированный спрей для волос но сейчас мы поле так избегать попадания в глаза храните медосупном для детей мести аромат свежих цитрусов и мят наносите на сухие волосы мои пупсики вы не поверите у меня трансляция отключается из-за того что разряжен телефон не youtube дает возможность продолжить трансляцию но она отключается и только я достаю телефон из-за розетки и у меня трансляция отключается я только что перезагрузила телефон и короче снова подсоединилась как хорошо что дает возможность подключиться короче вот набрызгала волосы парфюмированным спреем для волос евроше это не маша дарила моя подписчица а знаете что между прочим я раньше была очень частым очень часто сейчас у нас турции вот вала не два или три магазина евроше два или три парфюмированный гель для волос знаете но если вот честно вот так разобраться что лучше всего то вообще аромат чистых волос лучше всего нет телефон не упал это просто это просто рассоединилась я просто подсоединилась к новому эфиру и нажал на плюсик продолжить эфир написала да о чем ты трепишь два часа о чем хочу ротами терплю моя аудитория я и поэтому ой на все ухоженная дама и я тоже так считаю ухоженная дама вот не есть бокалы джопа чешет жопа на плече протереть него во всех бокалах установку здесь пусто нахуй здесь пусто я давай блять еще ибо не красивые бокалы давай нахуй разъебись и так прежде что тут короче я открываю бутылку шампанского которого которая у меня уже лежит мы в морозилке санта-барбара если не будет пища лайков сейчас мы не хочу я не шучу вот сейчас мне 869 я сейчас не шучу и с уже выпила мне вообще поебать на ваши вот желания хочу не хочу я сейчас помою пока сковородку вот у меня у меня грибы есть на готовку грибы потом у меня вот фарш 400 граммов бене покупала эмин я готовить все равно буду просто вот могла готовить в прямом эфире но если моя аудитория как у него и не может поставить лайки ну блять бог вам судья бог вам судья может быть следующей жизни вы познаете что-то хорошее вот у меня фарш есть я могла готовить прямом эфире блять я могла еще одни сарить на хуй могла а вот могла блять на царе и у меня за речи у меня короче баклажаны блять 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 вы видели на эти стаканы летят эти бокальчики караджа вы мне должны нахуй на бокал у вас блять не разбила вам показать сука короче эти стаканы стоили я сейчас не помню очень дорого блять сейчас вообще их не купить и такая ножку пункт вы мне должны блять вы не должны чего потому что ты ненормальная ты почему поехала за грибами не сказала я бы тоже поехала с не были бы грибы я бы поехала почему ты а почему ты блять скрылась мама и у тебя не ты не была онлайн а почему я тебе звоню ты переживаешь когда меня нет три часа в сети а я не должна переживать отчет не названиваешь покажи грибы а я в прямом эфире а ты чем не названиваешь это сколько грибов набрала такие большие и чё ты будешь делать с этими грибами а ты не хочешь мне привести грибочков жареных сентябре а ты знаешь что ты можешь сделать пожарить и положить в пакет и заморозить и не привезти у меня здесь нет эти мелкие тоже ездили за грибами а елька не ездил что ли ты станька двоем ездил за грибами здесь два грибника елька на работе дети дома показывают грибы камеру переключить чем как тетя надя пожелает тетя надя очень много 9 на это маслята я думал ты боровички наберешь белые а бороличков нет что ли как тетя надя поживает подожди стой 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 чут надо узнать ты в турцию собираешься когда камеру переключая себя не надо показывать не полы и ковры на себя камеру переключай душевую кабинку показываешь стиральную машину белье переключая камеру не знаю как вот так посмотрите что это вишню вот сушу а зачем тебе вишни столько сушу а куда ты будешь а куда ты вишня пойдет сушишь тебе я привезу сушеные вишни хочешь нет у меня зачем мама ну вот я наелась я буду ехать я на ехать на себя на себя камеру переключи да я не знаю как хи 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 я тебе сейчас молитой денег пошлю не надо не надо все давай что ты отказываешься никогда не отказываешься никогда не отправляешь обратно я сейчас пошла мне некогда мне надо поесть и пошла на квартиру к тебе все ко мне на квартиру что ты можешь делать на ребят что делать давай а скажи с кем ты пойдешь мама мама ты что ненормальная переключила себя камеру на камеру на себя переключи зачем ты приказываешь мне расческой ты ненормальная что ли да я не знаю как как не знаешь мама ну камера есть но там такая стрелочка взад вперед нажми нажми на экран и самое о о о Валерина на связи что ты пойдешь на мою квартиру что делать разговор я знаю что какие у тебя дела да Нина тебе какой-то поговорить с ней нет я хочу есть все пока все давай приятно давай пока я тоже хочу есть у меня тоже еды нет дома дай пока ничего не надо было по лесам разъезжать была бы сытая надо 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 постарич Валерьевна а подожди что он там голосовой сейчас поеду на квартиру там я согласилась сейчас ехать сейчас будем там с ней дорабатывать потом позвоню когда приеду обратно а я только приехала ездила по грибу уехали в 7 часов только приехали 4 пакета навезла маслят сейчас буду обрабатывать все хорошо у меня у тебя я тут тоже слышу все хорошо давай я тебя люблю сейчас поеду на квартиру там где-то красиво сейчас ехать сейчас поеду на квартиру Валерьевна видите с Танькой по грибы ездила с Танькой ездила по грибы Елька на работе Арсений водился с Эвсеем все Танька тоже еще тот грибник а я вот пошла и блять купила наху маслят не маслят как они эти шампиньоны я сейчас ходить их тоже пожарю вот нахуй я поеду за погребы если вот я пошла на базар и купила шампиньоны так все сколько я уже в сети 1349 человек меня смотрит 921 лайк ну люди нормальные нормальные все короче Валерьевна видите на мази с Танькой ездит по грибы так все короче сейчас я надену фартук сейчас я буду жарить это сейчас я буду жарить не фрукты блять как они сейчас я буду жарить фарш баклажаны лучки сейчас я грибочки сейчас я все сделаю от кое еще шампанского я так боюсь подойти бокалу уронить я руку нахуй уберу гляньте утренний кофе вот у меня вот столько не допит вот вот суп прекрасные кофе прекрасный почему я пошла блять на мусорку и не внесла кто хуйня я блять тоже не знаю так все не нужно помыть сковородку потому что я в этой сковородке это готовить сейчас буду вы у вас пока есть возможность ставить не лайки как же заебано начинать день с вот сладкое и сладкое и сладкое и кто там вино сладкое и вино сейчас мы помоем посуду и приготовим поесть ла 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 сейчас мы помоем посуды я конечно больше не рискну отключаться от телефона сейчас мне нужно проверить сколько там у меня какой интернет нажди на а именно kingdome и на kingdome все заебись мой интернет сейчас мы будем фарш грибы баклажаны сейчас мы приготовим еду морковки и лучки так сегодня субботом будете нормально себя вести я открою шампанское я не вижу причин чтобы не открыть так крышка помыта тут это пара стаканов это без разницы стопы нахуй грибы достала помимо фарша у нас еще пойдет агутцы нет баклажаны обожаю баклажаны я вам говорила уж так баклажанчики я такие мелкие беру гляньте такие брать опытины картошку у меня три картошки если честно я не хочу картошку елочек баклажаны либо собачки положу так три лучка и одна морковка одна морковка всего лишь так три баклажана и баклажана один лучок отправляю там где картошка так это все сюда помидоры помидоры вот у меня есть помидоры 2 помидора на тушение 3 там на салат а короче я канала вера плюс ваня она короче говорила лена типа один короче жареные жареные огурцы очень вкусно я ни разу не жарила это короче персики это мята потрясающе пахнет мята а боже и вот еще виноград вот еще виноград да тут не как вы думаете я хочу продолжить веселиться или нет я там бутылка шампанского короче в холодильнике 949 лайков вижу человек люди не очень расположены к веселью в субботний день они хотят чтобы их любимому блогеру было хорошо вот если сейчас 1050 лайков набираться это всего лишь 100 лайков я открою бутылку шампанского так нет я уже выпила достаточно я включаюсь могу приготовить без вас блять делов так нет край раздухарили ставите лайки давайте у вас там есть насколько мне все жизни я вас ненавижу вы блять плохие меня лайки не ставите я вами тоже не дорожу смотрите блять мне каждую книгу к благодарности здесь блять я с вам и так и сям блять и 5 10 как хотите как хотите ваша судьба ваша судьба ваших руках мужчине блять чтобы у вас не она я могла ставить и давай бог вам тоже судьба а судье и пугулащи вот у меня видит посуды здесь фантус всегда здесь стаканы здесь так много всегда 974 лайк бог вам судья потому что нормальные люди дома то послали посмотрим нет нормальные люди в него уже прислали и поэтому вот андрюша д этом виталик георгий наталья паша на диетологом условно короче чё с вами базарить делюсь с вами моментами жизни гнидами благодарны вы даже лайки поставить не можете 980 а вот эти 980 у меня хороших зрителей 2 40 в эфире я могла быть и 5 я могла и 5 часов быть в эфире если нормальные люди попадутся будут ставить лайки там все такое прочее но видите практика показала нормальных людей всего лишь девятьсот девяносто один нормальные люди зашли блогеру любимому лайк поставили а вся эта вот шелупей не не интересует суки из-за вас чуть плитонок не разбила девятьсот девяносто шесть ночью улучшается ситуация но ненамного вот так же вот с ароматами от войдите в помойку нахуй пошло и ваши блять мечты о приятном дне тоже пошли в помойку тысячи четыре лайка ну я чувствую моя аудитория откликается где нахуй полотенца и это и это все настроение улучшается тысяча лайков ну короче блять давайте пожарим и короче еды давайте пожарим еды нормально все чулаки ставите чу заебись блять это вот на подсолнечном масле у меня еще есть оливковое но вот столько оливкового плюс у меня еще есть вот здесь вот в закромах а ну блять но я хочу пожарить на растительном вот видите сколько два литра вот бутылка вот почти целая чего хотел сделать фарш пожарить это мне сколько лайков тысяча восемнадцать где шампанское бутылку открывай сколько она выпила одну бутылку шампанского плюс вот столько вина бросай грибы вылетай спасай дочь света бросай грибы вылетай спасай дочь не нахуй шампанское давай открывай именно у тебя здоровье вот да не надо нахуй маме вылетать раньше времени не надо а нам встаньки по грибы съездила все заебись блять грибы блять вот я нахуй поеду за грибами если вот я пошла на базар и купила эти грибы она там маслят набрала мне не надо никаких блять маслят никаких маслят вот и шампиньонов купила пошла на базар заебись просто заебись как же как же какое же вкусное было мясо когда я приготовила где крышку криски наверхина очень 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 вкусно просто прекрасно гляньте вот такой огонь куски говядины закрываем крышкой сейчас пойдут грибы грибов и немало грибов вот он не полки в отнесу сейчас грибы мы помоем тоже отсюда пока здесь жарится грибы мы помоем не грустно блять стала может шампанского открытия даже не знаю вы на меня тревогу надеваете может мне шампанского открыть ну вот если шампанское открою 1300 лайков я может быть открою а так нахуй шкурка выделки не стоит такая дорожить блять пить шампанское вы не донаток и лайков нахуй не нужны я и без вас могу поставить могу и без вас попить шампанского грибы гляньте какие крупные да такие никуда за ними в лес ходить не надо вот они заебись пошла на базар купила с фаршем пожарила баклажаны кабачки добавил заебись просто заебись не очень любим не любят на поле ну так давайте чего там пишет доброго да я родилась 19 сентября и . что празднуете счастливую жизнь им и мыть не надо да нет я помою по гороскопу и на ветчина не ветчина дева два старая дева 10 тысяч лайков и на выпить 4 бутылки залпом 10 тысяч лайков 4 бутылки залпом и на у тебя чудесный мято есть давай чаю меня не хочу чай и на нет они открывай сейчас нечищенный лучок баклажан и морковь будет вкусно именно лев и тигр шампусик дева она какая красивая женщина воспитана интеллигентная начитная с хорошо поставлено речи мои зрители мои лучшие зрители замечают только лучше сейчас я это мою ножки от шампиньевов сейчас я быстренько пожарю грибы сейчас у меня фарш в сковородке пожарю грибы потом баклажаны кабачки там нет три штучки не так много лучки морковки я не буду добавлять картошку на самом деле вида самая простая самая обычная еда так оно и есть так размораживается чу пишут майкл лайк поставил приятного тебе дня уюту любовь спасибо милый спасибо дорогой я тебя жду в торце если ты приешь один ты можешь размещаться у меня если ты приешь с другом с братом сватом с сестрой с подругой но это короче не у меня мы с тобой будем видеться часто ла 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 я бы очень хотела чтобы майкл приехал очень бы хотела 300 рублей максим смотрю вас привет с бари макс ты на бари вот ты сучоныш макс на бари макс привет привет я в турции рыбак рыбака видит издалека на бари я искренне рада макс на бали на бари вот сейчас не нужно порезать будет эти вот грибочки ла 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 баклажаны и все у меня едал очень быстро готовится очень быстро без соли без перца все собственном соку ахуительно очень все помыла все порезала тысяча пятьдесят пять человек поставили лайк дай вам бог здоровья а остальным что заслужили что заслужили что заслужили идет резко резко грибов я могу достать шампанское могу но если честно уже напилась так у меня уже это будет в тягость такие да грибочки и большие нахуя ходить за грибами нахуя в лес блять 7 часов ехать такой невыносимый характер терпеть его чтобы навести маслят маме эти маслята зачем ну зачем они ей у нее поесть один раз грибов у неё и так есть в холодильнике с прошлого года еще есть она поехала по грибы ну просто чтобы блять ну просто чтобы было там мясо складывать нет там просто мясо складывать нет я тоже знаю и вот она еще грибами еще я впереди она еще купит она еще купить десятую морозилку не знаю зачем ей это надо зачем мне ничего не надо мне надо чтоб моя мама вообще не ну вот меня бы устроила ездила бы она по грибы с подружками куда-нибудь танцевать бухать меня бы вот это вот устроила то что она ходит на работу меня не устраивает дайте говорить прямо я и посылаю деньги посылаю хорошие тени ну больше чем ее зарплата в месяц три раза каждый месяц я и посылает она за эти деньги ходят на работу я ей в месяц в три раза больше пошли чем ее зарплата 3 4 это когда самый самый хуёвый месяц это вот в два раза самый самый хуёвый месяц вот там для меня по деньгам я не знаю я прям напрямую спрашиваю маму я денег в месяц чтобы ты не работала игру у моих детей должна быть бабушка и не должна себя загнать у моих детей должна быть бабушка побереги себя я понимаю что мои дети это делами планеты снова для нее это стимул в том плане что она должна жить радоваться и не будет уставшая как и нашел как как лошадь не знаю привыкла работать она привыкла взять вот вот все все фарш разжарился грибы готовы вот сколько грибов порезанные сейчас две минуты и я жарю кабачки 3 кабачка чеку не пойдет помою и баклажаны сюда же баклажаны больше люблю чем кабачки больше шампанского это может быть и не хочу узнать не знаю не знаю выпить бутылку шампанского еще или не выпить или просто пожрать по сути я уже так напилась макс какие мне такая все что я хотела я уже себя это выбрала а может быть еще а может быть еще баклажан гляньте какие малыши гляньте 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 какие ее мыши обожаю просто обожаю я наверно не буду больше не буду больше пить Продолжение следует... 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 Оно у меня охлаждается. Оно у меня всегда готовое. Я хочу, если честно, знаете что? Я хочу сигареты. Я хочу сигарет. Вот я сходила, вынесла мусор. Очень зря, что я не купила сигареты. Очень зря. Я не зашла в магаз и не купила сигареты. Просто очень зря. Вот уже сколько нарезала. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чуть по пальцу не... Чуть по пальцу не... Не по это... не порезала. Чуть вообще. 1070 лайков и на мы ждем пока мы на дачу лайк какие донаты здоровой бабе окститесь от зависть четко и напишет кинг-конг и похвалить никому лену и похвалить никому лену тащить не надо потом баба с горшка не слезет ноги по носам оторвет у неё дети а вы про лену что ли учебных немаленькие дети чтобы взрослый сын вы думаете если я начнет пробовать что у нее есть станет плохо вы чем гоните что вы чё правда думает что я готовлю какую-то ерунду вы правда так думаете хейтеры это невозможно просто но вы же не такие ебнуты это новые ебанутые ну и такой же степени вы реально думать и потому чтобы мне насолить вы реально думаете что это невкусно если вы думаете что это невкусно начну вы просто в реке 2 ты у вас просто мозгов нет ну нахуй так жить повешетесь просто повешать сдохните хейтер недостойны даже жизни на этой земле если вы думаете то что я готовлю это невкусно овощи ёбнуты гляньте грибы фарш все в собственном соку очень вкусно очень я не буду добавлять никаких специй грибов фарш сейчас я добавляю баклажаны вот они уже порезанные баклажан тоже из воды состоят поэтому сейчас надо все ужариться и творится в собственном соку вот еще баклажанчики сейчас добавлю кабачки так и закрываю крышкой сейчас добавляю кабачки потом морковь и лучки без разницы какую вы последовательности выберите без разницы абсолютно все вместе все равно прожариться пропариться вот кабачки все равно будет все очень вкусно овощи каждый овощ возьмет столько жару сколько нужно все тушится по одной крышке поэтому знаете даже не думайте насчет этого порезал открыл убрал я вообще я легко к этому отношусь готовка не должна доставлять никакой дискомфорт никакой абсолютно если ты готовишь блюдо там час-два-три это уже не блюда это уже хуйня это тоже стесняешься есть потому что это тратишь много времени это уже фигня самая простая еда это самое вкусное все что готовится простым народом из простых ингредиентов которые выращены в этом регионе это самая лучшая еда самая лучшая еда кабачки баклажаны очень вкусно очень просто охуительная рассказала еще один кабачок вообще ужарится 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 еще один кабачок еще 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 один я устала уж и если честно я уже хочу охладиться я хочу выпить чуть холодного ну 40 градусов на улице пожалеете 1082 лайков позорные а меня смотрят одновременно 1385 человек тысяча восемьдесят два лайка поставили ну хорош и результату неплохой неплохой спасибо спасибо и дорогие спасибо 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 масличка добавила я с перемешаем грибы фарш баклажаны и кабачки и растительное масло еще добавим сейчас лук и морковь и пара помидоров для того чтобы было аромат еще добавим чеснок лук и чеснок морковь лук и чеснок учитывая что баклажаны и кабачки дают усадку вообще ли сто процентов поэтому 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 вы даже не переживайте что это полная сковородка лук и морковь лук и морковь лук и морковь я хочу сигарету я хочу сигарету может к лене постучат скажет что блэк побывал одеться не можешь и сигарету сходить купить сигарету блять если я уйду в магазин и так долго так долго но я могла бы вынести мусор было бы очень хорошо если я сигарету я щас к лене постучу я щас к лене постучу попроску жили ну ты пожалуйста сигарету дай пожалуйста сигарету лук 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 второй лучок Второй лучок, второй лучок, второй лучок. Ты сейчас сто лайков, ты сейчас сто лайков, ты сейчас сто лайков, мои самые лучшие люди поставили мне лайки, мои самые дорогие, мои самые прекрасные люди мне поставили лайки. Я не буду резать мелко, у меня овощи порезаны крупно, поэтому мне вполне достаточно, если у меня лук будет порезан на отмаш, вот так вот прям, топором. Так, время сколько? Время два часа, начало третьего. А вдруг Лена спит? Я не пойду просить сигарету. Я не пойду просить сигарету. Я сейчас оденусь в магазин и схожу. магазин скажу в магазин лучки щек-щек-щек-щек-щек-щек как жарко у плиты вообще все 50 градусов на тягах на вахте я как на вахте вообще жесть жесть просто жесть очень жарко очень а еще готовить днем это вообще пизды и шин смотрите да под завязочку закрыта где морковки не морковки табли всего 1 морковки и помидорки вот все 1 вала лала 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 одна морковка всего лишь я же вчера не пошла на базар я же и вчера не пошла на базар ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла но плиты стоять и пить это просто невозможно можно на балкончик отдохнуть можно можно 1396 человек в эфире 1396 еще две помидорки осталось две помидорочки две помидорочки жопки вырежем жопки вырежем жопки вырежем на шапку и жопки вырежем жопки вырежем ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А чего мне еще охота? Можно выпить шампанское, 혹시 честно? Можно выпить, можно. Я из поры три часа. Три часа вы Фини. я представляю как будет долго прогружаться этот стрим может быть стоит его закончить и потом вернуться еще раз выйти в эфир может быть стоит так просто вот сейчас он находится в прямом эфире и прогружать его на платформу как долго будет ох 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 очень долго очень кабачки баклажаны лучки фарш и грибы еще морковки помидоры часто все протонится и будет очень вкусно это очень вкусно очень овощи и мясо там все лучшие друзья лучше просто восхитительные отправляем вот так сейчас мы еще добавим чеснок пока в телефон пока телефон стоит в розетке конечно же он не отключается конечно а так два раза уже за прямой эфир отключался два раза молодой чеснок я его резать не буду я его просто вот сейчас очищу и помою и вот эти вот зубки чеснока просто опущу в в вручную рогу больше ничего чеснок дорогой биме 80 теле стоит а на рынке вот такой вот пучок но 6 штучек по таких вот стоят 25 теле до 66 или 5 штучек и 25 теле ну дороговато хотя в принципе у нас знаете у нас в россии тоже чеснок не дешевое удовольствие был молодой хотя все молодое если я посмотрю и наполосить или нет если она была в сетях уже ленда пошел сигарет у нее есть по-любому так глядь и на не надо сюжет лена была в сети в 22 00 лена привет ты дома ты не спишь если не спишь принеси мне пожалуйста одну сигарету я тебе верну была в сети вчера в 22 00 прикиньте она прочитала леночка если тебе не жалко принеси мне пожалуйста одну или две сигареты мне прямой эфир я не могу пойти в магазин покупать эти потом верну она прочитала она прочитала она прочитала а я ей верну вот два сопи не замуж что они потому что он не дома может она ушла собачонком гулять может быть че может быть то все 5 10 может быть может быть не может ничего пока не написала может быть ее даже дома нет а может быть и пронесет заебись торт у нее был заебись может спит у меня кондиционер не включил можно показать две сигаретки принесли венса спасибо тебе дай бог тебе здоровья цикла нее какая звезда ты просто нереально хороша вот эта женщина приготовила мне утром торт нахне и не только она приготовила мне ну она принесла мне для себя для мужа для любимого ну короче я готовлю лена спасибо дай бог здоровья да привет там этим хейтерам которые там пишут гадости вот смотрите мы еще красивая женщина вот такие красивые женщины живут на площадке да 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 и мы здесь живем они снимаем квартиру кстати 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 ну и сигаретки принесли спасибо дорогая дайте бог здоровья бог здоровья спасибо большое дайте бог здоровья дайте бог здоровья дайте бог здоровья ла 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 сейчас пойду на балкон курную сигарету моя соседка принесла мне сигаретки сигаретки может шампанское открыть ахуле нет видели данную красотку у нас вот таким того повезло живут королевы а здесь живут шикарные женщины красивые богаты все нужно нужно соответствовать им дому вы видите она всегда роскошно выглядит я и в двери постучу днем и ночью у него всегда какие-то пенюары она дома ходит муж дома она всегда хорошо выглядит волосы распущенные женщина и женщина я же блять хожу на сегодня постучала мне с утра с пирогом я хожу в трусах я в глазок посмотрела смотрю лена думаю лена меня видала во всяких видах уже и открывали рукой грудь прикрыла открываю она горитина стой 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 я тебе пирог да такой наполеон да такой вкусный охуительный смотрите сейчас еще короче лучки они лучки чесночки шампанское нету у меня зарядился телефон я смогу пойти не на балкон мечты и сигареты я бы хотела выкурить две сигареты потом я пойду вынесу мусор ну хоть у меня его не так много но все равно очистки от овощей там туда-сюда неплохо я считаю охуительно по-хорошему конечно как-то бы рассчитаться с леной и сырым и вареным какие сами такие сани ну конечно же конечно же конечно же соседи соответствуют звездному статусу лена проскотка ну не за многие знаете даже вот не говорят то есть сетка на тебя похоже то есть длинные волосы у лена роскошно какие сами такие сани все жарится упарится все все хочу сказать готовка закончена сейчас это будет все просто тушиться видите такой вот огонь вот под такой крышкой больше сюда ингредиентов не пойдет здесь баклажаны 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 баклажание баклажаны баклажаны ла, 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 шампанское открыло, тьфу, 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 я хочу прям шампанского, мне прям хочется веселья, ну что, блядь, не имею права, и так столько унылых дней в жизни, Ну так у меня вот это вот все знать, вот эти вот все перипетии жизненные, но меня это не касается, меня это не касается, мне вот там тут тысячу прислал, сейчас, история операции, тысяча рублей с Тинько вам не прислали, сейчас посмотрим, может быть здесь в Сбербанке отразится, Дмитрий М, ты мне сегодня нравишься, падла, Дмитрий М, тысяча рублей, ты мне сегодня, дословно, ты мне сегодня нравишься, падла, блядь, то есть это налицо психические заболевания у Дмитрия М, ты мне сегодня нравишься, падла, тысяча рублей, Фух, фух, блядь, супер, сколько же ебанутых на белом свете, еще падла мне называл, падла, это ты, сейчас я достану бокал, падла, это ты, 3,27, Шампанское, так я пила кава, сейчас я буду пить, Санта-Барбара, у меня было достаточное время, чтобы протрезветь, сейчас я, подождите, такое уже ледяное, такое уже прекрасное шампан, ты, блядь, ты не сегодня нравишься, падла, блядь, а че, уже больше ничего готовить не буду, че, а? Надо снять, надо снять, надо снять, надо снять, Посмотрите, пробка-то деревянная, но что я хотела, Санта-Барбара, это уровень, это уровень, У меня сигаретки есть, я даже, я даже больше сигареткам, ура, Новый Год, ура, Новый Год, У меня еда есть, шампанское есть, и еще привезут шампанского, конечно, привезут, вы даже не сомневаетесь, Я своим подписчикам дала задание, чтобы нехуй делать в Алане без шампанского, у меня мама привезет, у меня мама приедет в сентябре, Иришка, они привезут шампанского, шампанку, шампанку, что беру в холодильник, выпью бокальчик и, ну, посматриваю, заканчиваю я прямой речень, у меня смотрите у меня и обед сварился весь она вот ну как сварился но практически сварился эти под крышкой сейчас все протомиться и обед готов все так протушится и я такая молодая красивая богатая женщина у себя дома еще раз чуть-чуть сейчас пойду шампанка секретку я принесла начнем с того что он принесла охуительный торт да 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 выключим свет сигаретки сейчас как волк но погоди подожгу сразу две телефон подмышкой я не могу понять я заражен телефон или нет нет то есть пока он встал вставлены в розетку он заряжен у меня телефон разряжен я вижу это по экрану я не могу понять то ли это такая у меня розетка которая не заряжает как это хуйня с розеткой я вижу свой потухший экран дмитрий маловский спасибо большое огромное спасибо дмитрий я в шоке просто если честно и я вижу погаши и кран тысяч процентов заряд аккумулятора два процента прикиньте я телефон стоял зарядки хуеву знает сколько это хуеву знает сколько времени после телефон включится блин один процент я не могу понять меня как то видимо зарядка какая-то хуйня подожди с одной сигареты нихуя не будет вот сколько я с вами разговаривал у меня телефон был в зарядке но собственно говоря и сейчас включен и он даже не зарядился вы понимаете он даже не зарядился почему такая злая взяла всех от материла и похвалит ее никому лену тащит не надо потом баба с горшка не слезет ноги по носам оторвет у нее дети вот и все вот и все криски л.л.н. и на и на три красавицы телефон от матюгов умер в дом с папиросиной и чё это же мой дом я включила вытяжку какие проблемы то у меня открыт балкона все открыто открою сейчас двери входную и все продует одну сек 1 сигарета причем дорогая она нормально ничего страшного курим дома да это мой дом поэтому я могу себе все позволить какая разница дома я курю или на балконе у меня балкон шторами занесен все равно все домой тянет поэтому знаете я вытяжку вот включила стою рядом с вытяжкой я не понимаю почему телефон не разряжать это не за линии заряжен вот это вот это меня настораживает вот это вот да мысленно отдыхали вместе с вами мы хотим смотреть на соседку они на тебя ну смотрите на соседку она меня красавица да ну давайте говорить прямо лена шикарная женщина шикар она шикарная женщина стойте здесь у меня я не могу я пошла за бокал у меня бокал здесь я не могу вас оставить ну серьезно если я взяла у вас в собой на балкон у меня сразу же экран погас и я смотрю у меня два процента и сейчас блять уже на балкон пришло у меня один процент а вот сейчас заряжается в летели подожди меня живет другая зарядка есть а ну подожди сейчас секундочку я же с вас переткну вот же у меня еще зарядка есть пиздец зарядите телефон режим энергосбережения у меня прям оповещение вы не поверите у меня я вставила розетку один процент и за один процент зарядки но это пиздец я думаю что дело вот в этой зарядке вы видите она у меня перемотанная видите вот у меня у основания перемотанная века пластырь и может поэтому никто не заряжает пиздец блять ну вот это вот есть сейчас посмотрим как это будет заряжать ахуле посмотрим вытяжка работает в поле мне я сейчас просто выброшу эту пиздец шнурок он пиздец ни на что не годится он не заряжает а вот видите вот я он на века пластырь у меня склеен мне сейчас придется довольствоваться одной зарядкой хотя вот этот вот шнурочек очень длинный он очень комфортный а вот этот шнурок я даже не знаю такого телефона но вот у меня считай самсунг и хонор зарядки одинаковые я вот так подразумеваем что это вот стандартная зарядка от самсунга может быть или когда-то с кем-то спутала я не верю блять что моя зарядка вот так вот перегнутая я не верю конечно конечно блять она перегнутая вот видите конечно она не заряжает видите вот поэтому не заряжает поэтому пока состоишь в зарядке она держит заряд только отошла она уже блять не держит ну и надеяться на нее нахуй я что его просто выброшу надо искать какие-то другие варианты блока ставлю блок хороший клавы блок хорошая зарядка вот осталась одна ну потому что это не боже вот она пока стоишь вот возле розетки она заряжает ты на я блять час стояла пока стоишь у зарядки она заряжает так нет мне ну нахуй надо вот такие вот трудности трудности да ничего блять не случится смотрите считает дверь балконная открыта как блять это коротенький проводок там дверь открыта сейчас я еще открою дверь в квартиру сейчас подождите сейчас продует сейчас вы да и две сигареты причем я дверь в квартиру открыла сейчас продует могу себе позволить а хули нет хули нет мы себе все можем позволить и позволяю я ух заебись на сигареты я сейчас пойду в магазин и куплю еще сигарет себе ах вот леному позвать с собой бухать не пьет у него дома вина вот столько ей муж привез короче у нее дома вина но там в комнате у нее уже квартира 2 плюс 1 я же у него бывало там у него вина короче ну вот хорошее такое вино коллекционное там блять вина 4 или 5 бутылок это вот еще сколько я помню она не пьет я бы выпила ла 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 у заебись но все чувство ужас все остальное лишнее может быть и вы лишние в моей жизни не знаю как пойдет как пойдет пойду сегодня куплю венглишком какой-нибудь аромат для дома сейчас там скидки или вайкики понюхай мне вот у вайкики жасмин очень нравился или 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 вообще дома я не курю если честно ну вот тысяча сто пятьдесят два лайка хорошие люди поставили лайк но плохие лайк не поставили у плохих такая судьба им все зависли им вот им вот ну все ни почем им без разницы что девка старается живет своей жизнью на берегу средиземного моря в своей квартире им завидно они лайки не ставят они не хотят пожелать ей счастья и здоровья ну такая судьба у этих людей очень сложная очень сложная судьба вот вы же в розетку у меня в сумме гляньте на сколько вы в розетку сунуть и это телефон подключитель на судьбу на бассейне было на бассейне тусовка а я не люблю бассейн лена любит бассейнов она короче купила счет альдата купила она порядочная прикина до все заплатить за все вот это все рассчитаться она купила счет альдата зонтики на бассейн четыре штуки что ли еще шланг купила еще причем ходит цветы подрезает подливает максимум что я могу это вот выйти вот так вот визуальную косту навести ненужные квитанции выбросить кресло поставить вот так вот эту штуку кингдом поправить у входа там все что мусор надол нам в карман собрать я могу выбросить я больше ни в чем не участвую все я больше не пью я больше не пью и не курю ну как сказать сегодня сегодня я больше не пью и не курю так время 3.43 я 4 часа в эфире я даже посихать не сходила ох бля да она ах ох бля ло ла 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 дима моловский спасибо большое сто рублей лено б Иночки, хорошего настроения. Спасибо большое, Леночка. Спасибо большое. Огромное. Четыре часа в эфире. Я просто представляю, как долго будет прогружаться прямой эфир. Моя еда почти готова. Почти. Посмотрите. Сейчас все ужарится, упарится, вот так вот упадет. Овощи, вы же знаете, как это бывает. А что, у меня еще есть эти? Сейчас скажу. У меня есть печеньки. Эти печеньки, да, одна печенька. Так, мне надо, знаете что? Мне надо, мне надо, мне надо. Съесть все мясо? Заморозила печенье, потому что оно растаяло. Так, сегодня кончится. 29 июля. Заморожена хуня. 29 июля. 30 июля. Еще два дня. Месяц заканчивается в понедельник. Короче, я с вами побухала. Хорошо провела время. Посмеялась. Приготовила еду. Встретилась с соседкой. Вынесла мусор. Че еще, блядь, я с вами сделала? Сейчас плесну шампанское, договорю. Бадать! У меня с вами вся жизнь проходит. Заебись, да, что у меня есть шампанское. Заебись, блядь. Санта-Барбара. Я бы, знаете, я бы вот прям вот, ну не совет, блядь, сука. Сигарета была лишняя. Блядь, ну как-то было вкусно. Короче. У меня годы уже не те. Годы уже не те. Короче, у меня платье есть бежевое. Может померить? У меня есть бежевое платье. Я вот думаю, как его... Сейчас вынесу мусор еще. Ну, не сейчас, блядь, когда он находит, ключусь от вас. Сейчас я вам покажу, как вас, блядь, показать, если вы такие коротенькие. Тут не особо-то и покажешь, блядь, не особо пододвинешь вас. Смотрите. Вы гляньте, какая охуительная еда. Баклажаны, кабачки, помидоры, лучки, фарш и грибы. В собственном соку. Очень. Слушайте, я, знаете, я что думаю, вдруг у меня это нет шнурка, от телефона зависит. Что у меня телефон не заряжается. А если это так? Ну-ка, подожди, сейчас я попробую отключить. Заряд аккумулятора. Блядь, а похоже дело, это телефон. Слушайте, похоже дело, это телефон, это даже не от зарядки зависит, потому что я, вот он сейчас вставлен, и он, ну, блядь, он вчера держал заряд. Я вчера засыпала и смотрела сериал зимородок, это ялы, чапканы, то есть это бабник из особняка переводится. Ялы, это как типа вилла, ялы, чапканы. Я не знаю, почему придумали перевод зимородок. Я вчера засыпала и включила сериал. И у меня телефон стоял на штативе, вот прям на кровати, я смотрела, лежала. Я не понимаю, почему он мне и сейчас не заряжает. Может быть я зря выбросила этот шнурок. Подожди, а ну, может быть, блядь, может быть, достать его из помойки. Можно это дело не в шнурке, а может быть это дело в телефоне. Может мне нужно брать новый телефон. А если мне нужно брать новый телефон, посылайте мне деньги, иначе вы не увидите моих видео. Иначе вы, блядь, не увидите меня. У меня это хуйня с телефоном, вы понимаете, он не заряжает. Я вот на балкон вышла, а он показал там 2% зарядки, у меня был такой экран. И вот я выходила с балкона, уже был 1% зарядки. Неужто с телефоном хуйня. Что, Самсунг А51 подвел? Ну, я не знаю. Я не знаю, мои хорошие. И посылку я нужду. Посылки не должно, потому что он у меня не нырял в какую-то вот пропасть. Он используется и используется, ну, не знаю. Очень вкусно. Холодное шампанское в такой жаркий день. В очень жаркий день. Я вам сейчас скажу, сколько у нас сейчас градусов. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, мои любимые, Алания, загружается. Это хуйня, короче. Сейчас, подождите. Плюс 32 ощущается, как плюс 39. Но плюс 39, это вполне там ничего. Ощущается, как плюс 39. Ну и так уж и жарко, я хочу сказать. Что у меня, блядь, с телефона меня волнует? Да, нихуя мне не волнует. У меня вытяжка работает. Все сигаретки, которые я выкурила, две штучки в квартире, это норм. Сейчас пойду вынесу мусор. Все тут почищу. Видите, тут у меня тут нужно почистить. Вот тут. Вот нужно из мусорки собрать. Не из мусорки даже. А вот из раковины овощи. Плюс у меня вот здесь готовится. Вот прям жарится и парится. И все такое, поженится. И вот такая жизнь. Какие у вас отзывы на мою жизнь? Я понимаю, конечно, что у вас отзывы охуительные. И я вас понимаю. Не очень-то вам хотелось бы отзывать. А 1320 человек в эфире. 1172 комментария. Ой, блядь, неправильно говорю. 1320 человек в эфире одновременно меня смотрят. 1173 лайка. Ой, дай вам Бог здоровья, мои хорошие. Дай вам Бог здоровья. У меня еще шампанское есть. Санта-Барбара. Кастилья. Продукт из Испании. А что пишут проект напиток? А, ну, блядь. А, ну. Сейчас портальон полотенчика. Из Василька. А, ну. Место происхождения региона Манчо-Испания. Год выражает 2020. Срок годности неограничен при соблюдении условий хранения. Я что хочу сказать, что я просто вынуждена пить эти напитки, потому что у меня не соблюдаются условия хранения. Вы же понимаете, у меня тут плюс 40 за бортом, дома плюс 30. А у меня еще Асти Мартини, Самбука, Ванаталин, Мандора, Ванаталин и две Санта-Барбары. Вы же понимаете, что мне нужно пить, чтобы не пропало. Так, хранить вентилируемых, не имеющих постороннего запаха помещений, исключающих воздействие прямого солнечного света при температуре плюс 5, плюс 20. Блядь, плюс 5, плюс 20. Блядь, ну, все пропало, нахуй. Плюс 5, плюс 20. У нас даже ночью плюс 20 не бывает. У нас ночью плюс 29. А ну, читаем дальше. Так, относительная влажность у 85. Ну, влажность соответствует. После вскрытия бутылки хранить герметично закрытым при температуре плюс 3. Герметично закрытым. Ну, ладно, ну, тут не так уж и много. Вот так. Противопоказания. Алкоголь противопоказан детям, подросткам до 18 лет, беременным, кормящим женщинам. Лицам с заболеванием от центральной нервной системы почек, печени и других органов пищеварения. содержит пищевую добавку консерват диоксид и серый содержание вредный блять короче я что сейчас пойду я пойду в магазин пойду в магазин у меня короче что я сейчас дожарю докладу мы тут все пожить я вы вынесу мусор а пойду в магазин потому что у меня вот воды осталось вот сколько вот 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 сколько воды это 5 литруха считаю наполовину возьму воды ну 4 4 по 5 или может быть короче на тележке прикачу у меня дома что у меня возьму хлеба возьму хлеба возьму яиц не лена сегодня принесла я тупая я просто я тупая елена это принесла до вчера или позавчера я не помню короче она принесла мне борную кислоту борная кислота короче я же давай блять нас их себе въебала борной кислоты короче борная кислота мне нужно сварить яйцо а у меня вот не пить желток короче скатать сборной кислотой у меня таракашки дома ну вот сейчас не видно блять вот сейчас их пидорасов нет ну такие есть маленькие рыжие таракашки я не короче короче блять это же азия и короче тут ходят маленькие рыжие таракашки мне нужно с ними бороться и лена придумала способ она все знает короче борная кислота ей муж привез из россии с желтком перемешиваешь катаешь шарики и кладешь потом эти таракашки идут на водопой короче сожрут эту этот шарик блять шампанского нахуй а потом короче таракашки сожрут желток я тут разложу вот считая нами дала пакет блять жена кучу сыпется дала чего я не буду трогать высыпаться короче чтобы все сыпется короче у меня яйца закончили сейчас пойду сейчас пойду в магазин вынесу мусор я закончу прямой эфир вынесу мусор и нахуй я выкурила всего лишь две сигареты блять ты шумишь за всегда тут было буду бы я всю жизнь куй дома так это жарится париться мусор вынес зайду в магазин куплю воды куплю яиц яйца завтра плюс еще борная кислота так буду бороться с тараканами алина не сказала на миллион до куячу говорить мне бы ее ум ну ладно живем своим заебись жить своим умом заебись льняные полотенчики вот василек блять маку рулит гляньте хоть таких в турции найдешь а ну я и но не такие уж и мягкие они одновременно станут мягкие считаю них 5 они помещают одновременно ну могу два помадать лени когда они помещают через параде чё приду падать позориться вот эти вот эти авокадо отдавать которые зеленые кто знает на их любит не любит но я предложу я предложу я бы рада ли ничего не давать мне блять ничего нет мне ничего нет я вот допустим еду с рынка мне вот хочется поделиться вот своим сердцем своим отношениям гривен у меня клубника есть я там у меня виноград есть теченька надо ты чё там у меня всерёжа сходил на рынок у меня всерёжа уже все купил ну блять конечно фирушный нормальный человек он пошел в семь восемь часов утра на рынок алина сподобилась в четыре часа дня пойти он говорит нет винночка спасибо большое у меня все есть и понятие мне не предоставляется возможности чё-то едать не получи хотелось ну блять меньше у нее все есть она богатущая у него все есть а она такая творческая ну что мне это она и пьет досья и бутылку вина подарить не могу у нас ценности жизненные не совпадают если она была бы алкоголичка допустим как я я могла подарить бутылку вина например санта-барбара она бы оценила но она не пьет у неё дохуя вина и она его не пьет она у него просто стоит не ничего и подарить сладкая никогда сама особо не ест у неё всегда в доме есть еда очень ебать себе мозги и жить своей жизнью как я и делаю вот там слышите а едет скорая помощь по любому я не понимаю время час ночи я сижу на балконе время час ночи допустим и машины едут и включен сигнал и это никак не возбраняется ну короче я вообще я не понимаю почему так не ирина ты прислала пить рублей сало разумница разумится до 5 до ира разумится 5 рублей ну заебись 5 рублей а я поняла я сейчас пойду себе куплю мороженого воды а ирана мороженого мору мороженого если будет минералка возьму минералки пару паков и месяц еда будет не больше ничего не надо а яйца 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 нужно бороться не лена дала что я эту борную кислоту старик они старханами как это хуйня называется и те рыжие муравьи муравьи я жива землю я не знаю но вы не можете не признать что это просто хуйня я очень хочу на мой телефон вот сколько он был включен написал что заряд аккумулятора суши похоже дело это в телефоне это хуйня это не в зарядке видимо проблемы это видимо в телефоне заряд не принимает гляньте грибы 400 грамм фарша столько же грибов баклажаны кабачки лучки 1 морковка 2 помидора вы посмотрите вы просто гляньте какая-то охуительная роскошь просто охуительная роскошь просто так вот как горячо так уже все готово отключаем сейчас все под крышечкой поженится и я сейчас заканчиваю прямой эфир мне нужно выяснить момент с телефоном как он у меня общеплить а вот я сейчас ставила зарядку мне показала 9 процентов сколько с прошло минут с того момента когда я вставила первую разрядку дохуя мне кажется но 9 процентов меня должен уже больше зарядиться похоже похоже дело samsung ебаный не подводит похож высотка высотка кобыла всегда стакан в руке полный вот весь смысл счастья убогого существования кобыла да забудь уже про платье уже именно не поймем о чем да забудь уже про платье а блядь про платье нахуй и вышел а вы стойте стой сейчас если я найду у меня просто миллион платьев а ну блядь шабул вы стойте она 100 появляет я уже забыла про это платье видите вы насколько вы низкий для сухом подождите слышь нет шалавы это вы и идите блять сами со мной его ищите я чё где должно быть а то телесно платье где блять его найти вы чё суки охуели что ли мне его где сыскать у меня есть это платье а где она вы блять придите падлы перебирайте все эти пакеты у меня нет вот это меня постельные это леденцы у меня нет блять сил столько перебирать а у меня вот здесь пакеты плюс еще под люки блять завистливые у меня вот здесь вот вот целый ящик целый комод пакет сарафан и платья и считаю еще но тут просто не чисто 2 блять ладно не про вашего блять честь прийди падлы прибирайтесь меня шкафах у меня сил на вас на глядюк сейчас застелю это будет у меня этот накидка на матрас и потом еще плюс у меня ну синяя или простынь синяя или бордовая короче хотите нахуй там все ищите у меня не надо мне не надо у меня есть что носить подлюки блять грёбаные чтобы не обозлили нечего носить платье забыла вот там у меня есть как вот среди вот этого всего у меня есть платье идите носите идите ищите вернее хуй вам блять носить у меня все есть у меня вот смотрите платье влю вот вот это платье плюс сарафан цветной плюс еще ща падла подождите все там не пишите плохо вот эти вот еще платья носить не переносить вот вот они лежат считай клетчатая в полоску вот тату красное платье черное платье желтый сарафан мне надо вот это вот переносить но я не могу блять все заносить вы хипанутые что ли я не могу заносить все плюс вот то что сохнет на балконе у вас там самих у блядей больше нет и плюс у меня там еще шорты есть да у меня дохуячу есть надевать а я еще вам не пока блять сейчас вам покажу у меня живот помимо вот этого ящика еще вот эти вот еще вот эти вот платья есть эти вот красные черные комбинезоны джинсовые полосатые у меня же есть чё носить вы чё блять вообще думаете что это у меня подел у меня тут уебаться просто так вот блять столько вещей не носить не переносить я не успеваю нахуй а мне не надо успевать за тенденциями моды я наши вещи классические из натурального кроя из натурального этого материала что с вами все базаре 3 1507 господи сколько я потерял на вас время и ну секунду шоколадка 50 рублей все больше и но ты ведь классно 100 рублей ольга из спасибо дорогие спасибо спасибо вот вы меня блять порой обозляете конечно блять я сука класс конечно вот даже мои хейтеры иногда блять а ты не дура а вот и там там соображаешь ты не дура да блять я не дура вы думаете у дуры будет квартира на средиземном море смею вас разочаровать нет не путь я щас говорю относительно своих этих относительно своих как сказать каких предпочтений аналитики просмотров вот считай я уже говорила вот я чуть-чуть хлебушка осталось сейчас я перемешаю я пойду сейчас вынесу мусор ой господи как это выглядит охуительно просто охуительно а я сегодня накормлю этим своим мужчинам вот эти вот сейчас ингредиенты все поженятся между собой а ну гляньте вспоминаем что здесь 400 грамм на фарша столько же грибов морковь лук баклажаны кабачки помидоры и все это на пожаренное на масле и это все без соли без перца и без всяких специй сейчас все эти ингредиенты между собой поженятся и да я накормлю этим своего мужика да 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 девочки я могу себе позволить такую роскошь спать с кем я хочу ну имеется ввиду заниматься любовью с кем я хочу ну я себе много чего могу позвольте короче для вас информация вы вот такой вот сыр сейчас пойдет мне на бутерброд это будет это не реклама обыкновенный плавленый сыр ну торку хороший сыр это во первых хорошая фирма хороший сыр ну это выпищу вот еще все и это последняя на все вы заканчивается моя любовь по ходить для 4 часа 15 минут ахуеть которые хотят услышать услышали которые не слышат нихуя не услышали пускай останется на бокал шампанского а завтра утром если позволю такую роскошь завтра я себе позволить все парам 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 так хлебушек упала на ничего нет ни о чем это девочки не нравится что мой мужик он разувается в пороге и и он чистый и блять его нюхаешь он чистый или чистый он такой душистый короче дать заебись вкусно давайте выпьем паша сухого вина за то чтобы жизнь стала краше ведь жизнь одна 1563 человека у меня смотрит 1545 человек в час 1222 лайка но узнаете чё у меня принципе шампанское есть я могу вынести мусор ну еще там попить шампанского с вами ну смотрите ну ставьте лайки и можем еще с вами побазарить ну да неплохо я могу сейчас но мне нужно чтобы я могу сейчас ходить в мага в магаз вынести мусор вы можете подождать ну хули вам делать еще хули вам еще остается и можем еще посидеть о господи как это вкусно господи вы бы знали я серьезно говорят мужик это кончится зато вы не представляете какой идет аромат господи фарш грибы баклажаны кабачки лук морковь чеснок кстати чеснок лук помидора аромат идет божественный просто охуительный идет аромат просто ну вот невозможно просто ну знаете вот то что я сейчас приготовила на сто процентов шедевр сто процентов напишите будете мне жать вынесу мусор вот мне нужно собрать мусор отсюда овощи которые очистила если я вынесу мусор расхожу вниз за водой чтобы она у меня была в доме потому что у меня малого досталось вынести мусор воды и сигарет купить но это все займет минут 7-10 будете мне ждать а ну пишите в комментариях давайте а ждем алла пишет будешь дай да ну алка хорошая девка да да будем 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 ждать возьми на смороз разряженные вы разряжены я бы вас видела я бы вас видела вообще вопросов будем ждать будем будем только у мусорки не усни ждем дачу я у мусорки услышу вообще что ли дураки давай такая ты милая куда ты уже пошла да никуда я уже не пошла нет мне надо чтобы я была не надо чтобы у меня было все чисто как чисто ну чтобы мусора и посторонних запахов точно не было ну вот сука да вот сока сыра не надо крышку оставлять надо по максимуму выбросить сейчас подожди я сейчас вынесу весь мусор мне не надо вот это вот все если вы не судить мусор и куплю воды меня чтобы не была уверенность в завтрашнем дне куплю воды и яйца кофе у меня есть воды яйца и хлеб свежий все и да буду сидеть с вами вы пока там зарядитесь я вчера все почистил мне вот эти вот мне не нужны всякого хуйня дома не было все по идее чуть ли не купить горит надо вернуть хулика у него взяла сигареты верни сигареты у меня деньги есть есть так заебись что у тебя есть соседка прикрой жопа твою там у меня знаете чем плавает там вилка скоблит территорию это вилка а там сейчас этим в антусом сейчас пройдусь подожди оборачиваемся с превратностями судьбы у меня в антус всегда на подходе и шампанское тоже блять все на подходе ну вот вы не поверите сука вот два щелчка фантуса и сука вода начала уходить падла ёбаная вот падла блять я щас пойду короче ждите на чуми сами щебазари вам хули делать вы будете сидеть в зарядке пишите там блять друг другу в чате вы же там ёбаные друзья все друг вам даже я не нужна вода вот блять смотрите на на что вы не могли посмотреть как хорошо какой хороший климат здесь какой прекрасный климат постри здесь что блять творится не шуба рука все так я чесночки же это короче снимала шкурку воды яиц минералка если есть и все нахуй и больше ничего не надо на удивление раковина чистая блять вся вода ушла на удивление вот эти на удивление чистое подожди сейчас мы этот новый пакет поставим я сейчас выброшу считай но ответ новая жизнь так учу меня же руки чистое перемешаем ждать выйти меня будете будете блять какой запах господи какой аромат как вкусно пахнет я благодарю свою маму за то что она не привела вообще вкус к еде вы не представляете как вкусно пахнет божественно просто роскошно пахнет так сигареты вода минеральная вода и яйца так все и на выключу бритву все выключен чаще что ли куку выключила на причем убежать сейчас подожди сейчас подожди все 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 я оставляю вас ухожу на 10 минут пишите друг другу что хотите так Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо мы сейчас это яйцо вот сюда она же горячая вот сюда выводим все правильно это же считай горячей штука и пускай это яйцо будет здесь вот так вот так я господи как вкусно пахнет господи серьезно девочки если вы захотите накормить своего мужика вот таким вот ужином ну при условии конечно что он у вас проживает в климате плюс 40 будет очень рад если он проживает в климате плюс 15 то нахуй им радоваться этому айран 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 о 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 мороженое упаковка такого попутка такого магнум это корадут короче и миндаль хороший выбор я не знаю а ну и вот орешки я часто беру медаль и кишью от я беру 1 3 дня все из-под его курю сигарету осуществить от жопы отлегло ли не долго дала ну будем грубо говоря считать никто не возьмет от двери там она может быть это в 10 часов вечера пойдет гулять джоником главное что отдала никто не возьмет сейчас у меня тут это счет 150 а вот сколь я потратил наху щетка платье 600 лир дала 520 к платьям юморта 43 короче 43 лиры и блять за 15 яиц 43 75 турку айран вот это вот два с половиной литра 37 лир магнум 99 потом 2 упаковка магнум 99 90 это все 100 лир чикбаден 37 лир миндаль кишью 41 с половиной лир а рамазан педухи а хлеб 7 с половиной лир винстон 72 лиры тент 43 чу блять винстон 72 лиры я же водочку 50 50 50 только блять деньги наху готовь 100 50 100 а 10 10 10 еще 10 5 а счет за воду так и не положили и не знаю наверно в понедельник положит уже сейчас кажусь вот тут еще куруши считаем из кожу поле меня больше нет вариантов кент я короче выбираю по красивым картинкам я ей говорю и винстон не надо мне нормальные картинки давай она говорит какой видимо блять разный винсон и есть я бы нормальный как нигде давай я тоже подразумевая под себя чтобы ленни тоже глаз радовать радовал я выдавал нормальный нормальный картинка вы бы знали какой-то аромат господи господи какой-то аромат а это потрясающий аромат просто нечто слушайте я вам знаете что хочу сказать что похоже дело у меня телефон не заряжает потому что и этот и это зарядка имеет какую-то хуйню реально реально похоже дело дело не зарядки а похоже дело дело в телефоне потому что вот я сейчас отключила у меня показывает 9 процентов мне надо решать и проблему с телефоном блюдо хоть приготовилась а она все открывать крышку закрывает апплитата не включена ну блять горя пиво что давным давно уже все приготовилась уже все ингредиенты между собой поженились ты думаешь это реально ты умнее всех сидишь там блять в смоленске и строчишь блять женщине такое купила квартиру на средиземном море и нахуй галя я не понимаю почему телефон не заряжает у меня сейчас там пять блять у меня показывает пять процентов зарядки это дело не в шнурке блять который я выбросила кстати это дело не шнурке это дело в телефоне но знаете может быть еще потому что у меня сейчас загружается утреннее видео но не может быть шмиф зарядка у телефона наедину вас не может сейчас подожди неужели не придется покупать новый телефон а реально но пиздец для я что хочу сказать что все нахуй приборе закончилась лафа я вам клянусь у меня зарядка сейчас вы стоите в зарядками зарядка сейчас 6 процентов 6 процентов я не могу поверить что мой телефон но не мог в раз взять и уют варить не это невозможно просто хотя в принципе все что происходит в жизни это сила не найдет невозможно но в данный момент я не могу пойти на балкон чтобы с вами поболтать потому что мой телефон скоро включится я очень рада для этого меня с телефона я не могу понять я я не могу понять подождите у меня сейчас двери открыты в комнате спали и чтобы были двери открыты и кондиции эта хуйня включена и чтобы в каждые двери были открыты я не верю вот невозможно так чтобы мой телефон я подумала что это вопрос шнуре и я выбросила его и оставила себе этот блок все блядь да ну ладно сука мне придется покупать новый телефон ну или какое-то время не снимать видео реально ну блять он мне не заряжает не надо невозможно блять ну я не готова была к этому ну реально у меня чтоб вы понимали что балкон открыт в той комнате в этой комнате дверь открыта ванную вдвоем ВЫКЛЁЧЕНЫ в розетку новый ВЫКЛЕФОН И мой телефон смеюрая ТОМАВТОМ ЧАСТЬ СЛОМАВТОМ ТОМАВТОМ не выдержал этого напряжения все на мой телефон сказал мне это видимо работоспособности не работалось когда я когда его купила я не знаю но вы работаете только в розетку все вы работаете только в розетку ну вот так вот что могу сказать закончила ли влоги возможно хотя 5 по сути она пойти купить мой телефон я не была готова к этим тратам я не была готова к этим тратам и вот реально мой телефон выключился мой телефон вот реально за два года я вижу три года наверное эксплуатации мой телефон показал себя как сука последняя во время прямого эфира а хуй знает и что я могу сказать хуй знает похоже дело все блять хана вашим влогом вашей радости похоже дело хана я не особо буду страдать ну как пострадали немного но я не могу отойти я не могу отойти на балкон чтобы сесть потому что блять у меня мой телефон показывает зарядку сейчас 7 процентов он уже сколько включен зарядку он показывает 7 процентов что-то хуйня 7 процентов все нахуй закончилась блять видеосъемка свет отключила вытяжка пускай работает я с вами говорю может быть последний раз на все телефона нет вот реально телефона нет прощайте нахуй прощай 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 со всех вокзалов поезда блять ну я не могу в это поверить ну нахуй блять время шестнадцать ноль ноль ну все 7 на 7 процентов вы были воткнуты в розетку это дело было не в не в том проводе видимо дело в телефоне я снимаю одновременно вы вот в розетку как у продолжителя время и вы 7 процентов видимо я могу снимать только онлайн да ахуеть блять вот она хуеть все нахуй прощайте ну а хули с вами о чем с вами базарить прощайте со всех вокзалов поезда уходят в дальние края прощай прощай я не могу поверить еще самсунг к 51 нахуел что ли да не может такого быть но у меня не было даже знаете если честно и не было даже посылов чтобы как-то заподозрить что телефон на нет исходит я не могу поверить но вот сейчас он в сунтором розетку блять ну 8 вот сейчас 8 процентов зарядки я не понимаю я не хочу с вами разговаривать у меня телефоны пизда ничего сами пиздеть меня вытяжка вытянет ну а мы наверно с вами видимся последний раз на хули такая судьба вот и расстались вот и расстались два одиночества и вы таких купила заходи лена моему телефону пиздец ну давай говори потом зайдешь потом зайдешь не проблема лена открыла дверь и увидела сигареты говорит именно ну зачем это нужно это гостья по телефону говорил вот песня песни песни я вам хотела песни включить вот и расстались два одиночества сейчас короче такая песня есть очень очень сейчас подожди поиск так вот и помер дед максим вот и расстались боярский вот и расстались мы с тобой ну ка подожди вот и расстались сейчас мы посмотрим похоже дело ты мой случай вот и расстались валентина свернула похоже дело вот и расстались два одиночка все 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 вот и расстались все все Вот и расстались навсегда, вот и расстались, вот и расстались. Все, мы не с вами расстаемся, Наталья. Не станем, вот и расстались. Вот и расстались, вот и расстались навсегда. Все, зла, в никуда, вот и расстались. Вот и расстались навсегда, вот и расстались. Ну, все, нахуй, мы с вами расстались. Прощайте, нахуй. все так еще какие композиции на эту тему трудно представить михаил боярский мне даже ну как и у нас с вами интерес общий никаких вот и расстались навсегда телефон заряжается трудно представить вот да сейчас лена придет мне айран пить реально я айран купила кофе вот столько ну блять нет больше нет других вариантов кофе реально давайте все прощайте если я в ближайшее время не куплю телефон то все прощайте ваши дела реально ваши дела у меня нет других вариантов здесь гулять вообще стоп 9 процентов загружена а 9 процентов заряд батареи 9 процентов 9 процентов вы стоите в зарядке хуево знает сколько времени все если вы мне сейчас не пришлете денег на новый телефон то прощаемся пола сигарет но он полный очистки хули не поднять ой блядь реально я не готова чтобы мой телефон так чё вы пишите сейчас мы почитаем и суп и слезы и любовь иночка хватит виси эфир закупляйся а не другого выхода чтобы закупляться у меня вот сейчас вытяжка выключится и блять эфир закончится индира дорогая зарина я очень надеюсь что я поставлю что я оставлю телефон в эфире ну блять ну я же я ну восемь процентов зарядки вам наталья открывай у меня есть вам наталья у меня есть не можете позволить телефон новый все так плохо побрей волосы за донат какая ты дура жаль что мы так и не увидели начальника транспортного цеха в смысле бежевое платье начальника транспортного цеха в смысле бежевое платье я не понимаю что случилось у инны я только что зашла и на ты супер выклянчивать на телефон она ничего не выклянчивая просто вахты мой телефон всегда работал исправно я же не просто так это говорил но то есть он не подвергался никаким вот изменениям и вот в данный момент он понимал я понимаю что он не заряжает я его отключают зарядки выхожу на балкон и там показывает 2 2 процента зарядки или танцуй звоню мамке ой блять напугали лена присоединяйся ки не поржем с с два с двоих ин ты крутая инна ты любовь все похоже делал мой телефон все похоже делал телефон не выдерживает эфир при зарядке после эфира заработает Саша я надеюсь я надеюсь но слушайте я же раньше это я же раньше это как бы это не первый раз если честно мне эта ситуация вот вывела из себя Лен заходи Лена заходи это вовсе не Лена вышла вовсе не Лена вышла какие то двеи хлопнули я подумала что Лена на самом деле это вовсе не Лена я вас тоже люблю все мои дорогие я заканчиваю как я самсунг а а 51 на крайне к батареи поменяешь я не знаю блять мне не было бы ты мне не было проблем с батареей мне не было проблем с батареей он у меня нормально работал бы но сейчас это просто какой то пиздец Лена не уходи но я заканчиваю ну правда я выпила с вами две бутылки шампанского вы мне поставили 1 341 лайк и официки 5 часов 17 минут 58 секунд Я с вами выпила две бутылки шампанского и приготовила с вами потрясающий ужин. Потрясающий ужин, просто охуительный. Я бы сказала, грибы, фарш, баклажаны, кабачки. Позвольте мне, пожалуйста, насладиться этим ужином и пригласить в гости своего любимого мужчину. Он достоин такого ужина. Все. Слушайте, я, блядь, в ахуе, просто от своего телефона похуже дело все. 1717 человек в эфире. 1717 человек. Я не могу сказать ничего в свое оправдание. Я заканчиваю эфир. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Но у меня другого выхода нет. Мой телефон не поддерживает. Все. Судьба такая. Все, пока. Заходи. Мне? Она тестовая, да. Ага, слышите? Тестируй. Мне соседка принесла. Только не разъеби ее. Да не разъебу я ее. Мне Лена принесла. Лена, заходи. Да не. Тебе там даже не видно будет. У меня дверь же открыта. Лена зашла. Вы видите? Это она сама сделала. Это глина. Это полимерная глина. Полимерная глина. Она это все вылепила. И в... Орешки. Это хорео. Моя красивая соседка ко мне зашла. Ну, вы понимаете, дверь отбросит. Это ежевика. 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 Я вижу ежевика. Орешки. Грецкий орех. Пошли покурим. Я заканчиваю эфир. Каких? Такая... Секси-рекс. Короче, все, давайте. Пока. 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 Все, дорогие, я заканчиваю эфир. Вы видите? Поближе. Это все вручную. Это все вручную? Черника. Это... Как они? Круглую. Как они называются? Ты не правда подарила мне эту банку? Будешь туда орешки наскладывать. Орешки? Прикиньте. Это тестовая, я только это. Ты бы видели этот тестовый дом, там все, там, эксклюзивно. Прикинь. Вот, блин. Какие сады? А это еще было, смотри, шоколадка, вот еще. Орель. Вот. Короче, какие сады, такие сады. Все. Кешью. Кешью. Все, как я люблю. Пионы. Короче, все. Давайте. Пока. Шпионы были всегда. Пойдем на балкон. Такие сады, такие сады. Все. Пока. Я заканчиваю. Тысяча шестьсот шестьдесят человек в эфире. Ну, прощайте. Ставьте лайки. Короче. Вы понимаете, да, что мой телефон умер. Пока. Посылайте донаты. Пока. Конец эфира. Конец эфира.